Так, мы остановились на том, что считали эту диаграмму, да, и получили вот такое выражение, вот сюда, ну-ка, внимательно смотрим, я только напомню обозначение, да, вот эта скобочка по определению 25 ню, ню алифа бета умножить на 1 со звездочкой ню, Е2 со звездочкой альфа, К1, минус К2 бета, да, и мы обновременно считаем как функцию грина для скалярного тока, так и для аксиального тока, так и для векторного тока, так и для гома 5, а для гома 5, вот в этой причине, да, поэтому мы сразу здесь, у нас есть несколько синтутов, Другой является партнерского тока структура, это есть фортист-мертка грибью альфа бета с Е1 мю, Е2 мю, К1 альфа м2 бета То есть, у нас остановили слабик на том, что вычисление с Лена уже дало вот такую вот, такую штуку, да, то есть, что здесь есть, что, еще раз, хотя здесь не очень красиво написано, но давайте, значит, И, ВИ, это из Виковского поворота здесь, да, стоит, ВИ из Виковского поворота, 2π в квадрате, так сказать, это интеграл по четырехмерной единичной сфере, да, при интегрированной по П в квадрате Здесь была 4, еще одна пи у нас была в следе, да, мы учителяли след, 4π альфа это Е квадрат 16, π в четвертой это 2π в четвертой степени, Одна вторая, это когда вы перешли от П в квадрате, перешли от П в квадрате, перешли от П в квадрате, да, П в квадрате равно П, вот, при этом, в примере еще одна вторая прошла Минус 1 была, здесь было так вот, минус 2i была в квадрате, да, минус 2i, вот эти, минус 2i, и еще одна минус 1 пошла из напоминателя, когда вы выносили из него знак минус, да, вот этот знак минус, когда выносили, появилась еще одна минус 1, да, вот таким вот образом В результате, где есть этот коэффициент, получается минус, да, минус альфа на 2π, давайте еще раз проверим, чтобы за знаком все правильно было Здесь будет плюс, плюс, да, здесь вот минус, при юсе, и еще и, то есть минус и здесь стоит альфа, альфа, два, два, четыре, шестнадцать, шестнадцать сократилось, одна вторая осталась, п в квадрате сократилось, да, осталось 2π, вы понимаете? Правильно? То есть я вот сюда еще раз закрепил все, и скутку я перерисовал, скутку, может, пока я получил, правильно? Как я рисовал? Но в том случае, как вы не поставили? Где его не поставили? Ну вот, как раз, то, которое я бы знаю, что я все равно в квадрате... Она может и поставили, и займет вот этот остерк Всяк, как бывает Ну вот, таким образом, правильно все? Совсем? Согласно, только здесь вы еще сделали дополнительное преобразование Эти четверки, здесь вот Куню поделили на квадрате И умножили на квадрате И выделили вот такой член, да? Похожий на взаменатель Ну вот так все, все то же самое, да? Хорошо, давайте, когда мы сейчас будем это дело интегрировать Поэтому я вот верхнее выражение оставлю А все, что ниже, сотру Согласно, да? И все это аккуратно, аккуратно, аккуратно пришлю Поэтому на это мы только одну из двух диаграмм смотрели пока что То есть, это такую треугольную диаграмму Из которой мы хотим получить выражение для аномалии аксиального тока То есть, наша конечная цель Еще раз напомню Это вычисление вот такой штуки И Куню То есть, эксергенция, да? И Мню Это матричный элемент от двух треугольных диаграмм Для векторного аксиального тока Минус 2ИМ 2ИМ И М, да? Это матричный элемент для псевдоскалярного аппарата И вот это надо каким-то считать То есть, это нам надо найти Да? Вот сейчас мы с вами одновременно считаем Вот эту штуку, это когда у меня значок Н стоит И вот эту, если буквой, когда значок Н не стоит Да? Если буквой Н Все, все стираем Мы доступили к вычислению маточного элемента Так, еще раз переписал все к памяти, да? Все Потому что, если мы ошибемся, то это будет очень хорошо Вырезать минус 2, правильно Здесь будет а 2z 2z в квадрате такой член есть 2z в кубе xx4 такой член есть Минус 4 массы, минус 4 массы квадрат такой член есть, да? Все правильно, да? Все, все стираем Все стираем Напоминаю, что мы с вами работаем в схеме регуляризации половинуса, да? То есть, мы сейчас вычислим вот эту триугольную диаграмму А потом ее регуляризуем Регуляризация какая? Мы от нее отменим такое же влачение, только с заменой m маленького на некий параметр m большой И устремим м большой к бесконечности Вот это одна из регуляризаций, которыми можно считать треугольную аномалию В принципе, ее можно считать размерной регуляризацией Я в конце нашего вычисления скажу, как это делается, как понимать гомо-5 Гомо-5 здесь просто, в этом случае, и гомо-0, гомо-1, гомо-2, гомо-3 Хотя в примере у вас, знаете, что массовость много Ну и в подходе функционального интеграла я тоже можно посчитать И аномалии идут из образования функционального мира интегрирования Но это вы можете в Пескине прочитать, в 19-й главе, если интересно Мы с вами в такой стандартной схеме Все считаем схеме регуляризации Паули-Иверсона Так, хорошо, значит, вот у нас, что вам нужно сделать Вам нужно по Кси взять эти интегралы, да? То есть, какого типа у нас интеграла возникает по Кси? Ну, во-первых, когда Кси числитель в первой степени, да? Вот, пишу, что здесь интеграл, это не конечность типа Кси Пишу здесь Кси А вот эту для краткости, вот эту радость для краткости обозначу группой b Здесь вот Кси плюс b квадрат в кубе, да? В кубе Есть такой интеграл, надо посчитать И какой еще? Ряды бесконечности под Кси Вот здесь Кси и здесь Кси, да? Вот это самый неприятный интеграл у нас как раз именно такой Когда отсюда Кси берем, отсюда Кси берем За счет Кси в квадрате поделить на Кси плюс b То это все в кубе Ну, давайте их оставать на канал Аккуратно посчитаем Вот это два интеграла, которые нам сейчас понадобятся Давайте в доски, которые идите, давайте Андрей, идите Вот это Кси, это перед Кси дробью стоит, да? Перед пираментной дробью Какие-то будут есть Ну, считаем первый интеграл Ну да, прибавим bz Можно так, можно к бета-функции завести как удобнее Ну да, давайте Чуть-чуть сильнее набаливать, чтобы было гибнее Так, тогда у нас поменяется нижний предел То есть z это что такое? Это Кси плюс бета, да? То есть z это кси плюс бета, тогда нижний предел Поменяется от кубета до бесконечности, да? От кубета до бесконечности, да? От кубета до бесконечности Вот, вот Сочетаем Ну, бывает, когда он надбивается, да? Да, да Значит, уже от первой источнили И темный интегралант от минус второй степи Да А мы кинус бета в квадрате Вот, минус бета Бесконечности Бесконечности d c c c Ну да Считаем, что мы их дали На бесконечности они все замаляют Ага Т.е. откажется, мы отключим? Теперь, значит, нижний предел с минусом Угу И здесь знак минус Поэтому, грубо говоря, крутит выражение от этой штуки от минусов Ну, только здесь еще Тронка же у вас, потом еще повторяется Ну, это понятно Опишите То есть, может, от первой интегралы А, сейчас От первой интегралы От первой интегралы Там уже еще истеки Так, до минус первой Это получается минус Интеграл от положительной величины Значит, он будет положительным Можно за минус их сразу не сметить Да? Вот она в игре С дениться на бета Все И тут тоже 1 на бета получается И еще одна х Нет, здесь получится не 1 на бета А 1 на бета в квадрате Ну, на х И умножить на бета То есть, тоже будет 1 на бета За минус За минус За минус За минус За минус За минус на 2 бета Да? Угу По идее можно сделать так же, если и мучить Смотрим на этот интеграл При больших Си поведение его какое? Декси делить на А, ну то есть 1 на Кси Декси делить на Кси Декси делить на Кси Правильно? То есть, он алгоритмически расходится Вот наша расходимость То есть, раньше она была Как полюса по епсилам Да? В размере с мобилизацией А здесь она возникла Как обрезание по Кси Напоминает о квадрате Клибинского импульса Правильно, Маша? То есть, как обрезание по импульсу То есть, надо бесконечность Заменить на некий параметр лямбда Но это надо заменить только для Который сменится к бесконечности Только для 1 на Кси Ну? То есть, где он идёт? Параметр лямбда Он такой же размерностью у вас, как П Он, но сменится к бесконечности То есть, много больше П Я имею ввиду, что этот член с лямбдой Мы оставим только в расходящей части Ну, конечно В принципе, мы можем аналогично посчитать Считаем аналогично Уделяем полный квадрат в шкутере, да? Да-да-да Тоже от бета до лямбда Плюс... ну, не важно Потому что лямбда Экоскенечность переменится Ага, то напишите для порядка Лямбда плюс бета Ну, тогда в числителе что у вас будет? А, значит, дембзет От бета Возврате Аккуратненько У вас Дзета Это есть Кси Это есть Дзета минус бета, да? Два Дета на бета И вот Дзета Клокация Угу Поделить на Дзета в кубе Да Дзета в кубе Да Угу Дзета Действительно Здесь вот Беты по сравнению Дадите немножко Беты по сравнению с лямбда Можем пренебречь, да? Потому что это поправки Единицы на лямбда большой На учет этого бета Это точно сделать Ну и в основном Вы выбирали то, что Д Почему не равны? Так Вот этот вы только что посчитали Ну да, ну какой-нибудь Минус два бета Ну и там будет один на бета в квадрате Ага, правильно Вот Нет, неправильно 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 Сейчас Двойка остается Угу Ну еще раз Значит интеграл у нас будет Дзета делить на дзе в квадрате Угу Это будет, ну первообразно Это Минус один делить на дзе Угу Угу На бесконечности это ноль А Чем квадрате? Вы на дзету сократили одну? Давай Вы же удаляй как интеграл сейчас смотрите? Да Ну, у дзета сократилась Здесь вторая стена Да, вот так Угу Плюс Плюс А Плюс 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 Интеграла положительной величины Да? Сознакиваю Минус, я говорю, можете сразу не заморачиваться Когда смотрите, формировалась положительная Одна вторая здесь бета в квадрате Правильно Все Значит, с точностью до членов единицы на лямбда Это что такое? Логарифм большого обрезания лямбда И что здесь будет? Минус 2 плюс 1 Минус 3 скажем Минус 3 скажем Минус 3 скажем Минус 3 скажем Вот, отлично Хорошо Правильно? А? Да Пишем дальше интеграл Пишем дальше интеграл Пишем дальше интеграл, проинтегрируем Фаблиц То есть все эти цены Еще раз переписываем Дх Нет Он не Х Дх Фу Там З, Дз Мы его почему-то так поделим с Дх Чтобы не диспутило все-таки так легко потеряло Здесь Дз на З Дз на З Ага А по кси интегрированию Вот аккуратно интегрировали Сначала Вот это с флагарным интегрированием Наиболее стругулярно Инфигрируем его по этой формуле Где B Там у нас такая скобочка Пишем Чапал Открывайте большую скобку Эти большие скобки у нас структура некоторая, да? С тестом Ага Ага И еще раз скобку Или структура, да? Ну логарифм А А Коэффициент сначала напишет Логарифм Это будет 3D 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 Так Так Это мы написали перед Перед кси Перед кси Перед кси Результат интегрирования Это вообще-то кси в квадрате Что? Перед кси в квадрате Перед кси в квадрате Перед кси Перед кси в квадрате Да? Ну там тройка Да? Часлитель будет Назад Что-то в этом бэкторе n квадрате z квадрате xx4 в квадрате Да? А числитель будет То, что здесь Только определенная возможность Да? z минус 2 n квадрате z минус 2 2d Нет, на бэкторе Поделимся З в квадрате xx4 в квадрате Фигурная скобка закрылась Перед кси в квадрате Прибавайте Прибавайте Интеграл вот этого типа Он у нас какой? 1 на 2b 1 на 2b Значит, 2b Ну, прибавляйте его Писать Давайте вот сюда Одну чуть То есть, на двойку Пократим Дальше не было четвертой Ставим двойку Да? Двойку Сказательная структура Ну и Да, двойка скосилась Поэтому, на двойку Давайте здесь Сделаем сразу Вот эти преобразования Начнем Добавим Нас лучше, чем Массу Из Мы поделим Ногу квадрата И умножим Ногу квадрата А потом z2xx4 Вот это z2xx4 Прибавим Массу Ну, напишите аккуратно создать Within Ne C the z То есть кумю на ку-квадрате вы уменьшите. Можете на кумю поделить на ку-квадрате. И бета. Это наша скалярная структура и квадратная скобка закрылась. Это наша квадратная скобка. Хорошо. Теперь, пусть я не переписываю, а мы здесь все сократим подводу. Сейчас мы будем по z интегрировать. Вот это z запихиваю вовнутрь. Вот смотрите, я отсюда стек перед большой квадратной скобкой. И вот пишу сюда. То есть будет z в квадрат минус 2z. Правильно? Даже если не должен, я могу его вот сюда написать. Плюс z на дробь. Плюс вот эту дробь тоже умноженную на z. Правильно? То есть 2z плюс 2z. Ребята, пусть перепишут, а мы вот так вот сделаем. Значит красиво. Теперь по отдельности рассмотрим интегралы по z. Вот сначала вот этот интеграл, по-моему, я рассмотрю. Он прямо запрашивается в способ интегрирования. Вот это все просто. 3z квадратных плюс 2z. Это производная. Производная, да. То есть можно переписать вот эту штуку вместе с дифференциалом. Да? Можно переписать как интеграл в z, как дифференциал у чего? z в квадрате. Да. z в квадрате умножить на то же самое. Да, перерезать. То есть мы регулировали интеграл, да? То есть вообще-то он расходится, это бесконечность. Но мы его регулировали. И сейчас мы видим, что по частям от этого легко избавился. То есть формально прям входить-то не будет. Да? Все интегрировано по частям. Интегрировано по частям. То есть, на верхнем и на нижнем плите не дает 0. Правильно? На верхнем. На верхнем плите не дает 0. За счет того, что z. 1 минус, 1 на нижнем за счет того, что здесь поленом. Ну хорошо, начнем. Минус, да? Проход на логарифт на таком поставили. А здесь минус и еще один минус. Правильно? Из-за того, что он в знаменателе стоит, да? Потому что знаменатель следует. Сейчас мы, по идее, должны сначала дифференцировать логарифт. Угу. Ну, с минусами. Угу. Ну, давайте. Ну, давайте. Значит, мы единируемся по частям. Интегрировано по z. Интегрировано по z. Интегрировано по z. z. z в кубе. То есть, по грани. А здесь дифференцируем вот эту штуку. Берем производную по z. Да? Не-не-не-не-не. Вот, представляете. Переворачиваете. Сколько минусов, да? Знаками сначала. Я его перевернул. Потом я... Перегранируете, а потом дифференцируете. То есть, минусы уйдут с переворачивания. Да? То есть, что останется? Останется произломная вот эта штука, с знакомыми минусами. Правильно? Да. То есть, это 2z. 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 Не-не-не. Откуда лямбда-то? Лямбда-то константа, она от z не зависит. 1z. Ну да. А члены с лямбда вообще ушли все. То есть, я активно только риферс писать. У членов с лямбда нет у вас, да? Да. 2z. Угу. Ну ладно. Ну и что еще? То есть, вы берете производную от такой штуки. Вот я здесь переворачиваю. То есть, минусы уйдут. М квадратный минус z квадратный минус z квадратный и с кидачной штуки. Все, я понял. Н квадратный. Вот от этого вы берете производную. Вот от этого производную берете. Да. Это у нас все это пошло в номин один, да? Вот эти. В числитель пошел вот этот минус и еще производная вот этой, да? То есть, плюс пошел, да? Плюс. И минус еще был по частям. По частям, да? Угу. Понятно, да? Как мы преобразовали в этом упражнении? Обратитель, вот мы его преобразовали, да? Все вот это, да? А теперь давайте его аккуратненько, вот то, что мы здесь получили, вместе со скобой, аккуратненько приведем к общему знаменателю с вторым чнервом фижурной стопки. А? Не такой знаменатель. Не знаменатель одинаковый, поэтому мы его посмотрим. Давайте так напишем. Фижурная стопка. Роман. Так, поднимем. Еще из членов. Роман. Вот. А точно здесь все-таки надо будет минус? Потому что, да... Шанс. Потому что, смотрите, здесь у нас минус логарифм, и по нему в Z квадро мы дефиленцируем, по-моему, два минуса с один плюс. Не, почему по минусу Z? Почему по минусу Z, а потом минус здесь подойти? Нет, того, что... От вот этой штуки взять производную по Z. Да. У нас логарифм перед логарифмом общий минус. И в логарифм мы члены Z входит тоже с минусом. Ну, два раза с минусом я с плюсом и написал. Еще минусом по частям. Общий минус, это же по частям. А, правильно, да. Правильно. Ага. Значит, пишем, во что перечислили наши подчеркнутые излагаемые, да? То есть, ну, интеграл все будет, да? А мы тут, там интеграл. Нет, давайте аккуратно. Там будут члены вот такого типа и вот такого типа. Их нужно все описать, да? То есть, это Z и дрога зарайонная, да? То есть, отдельную фигурную скобку сейчас смотрим, да? Если стоит Z в кубе минус Z в квадрате, и занимаем, что знак минус, умножить на два Zx и 4 в квадрате. Ага. Так вот. И вот здесь вот тоже Z стоит, да? Да. Вот его можно было бы задрогнуть общедвинистом. Где Z? Здесь, получается, Z, да? А вот вынесите, вот сюда вот, пишите. Двойка только совсем стекла, вот она у вас здесь. Ага. Да, Z-двинисты. Таким стеклами квадратных. Ага. Вот так вот. Теперь кубик. Их все только в квадратных. Ага. Да. Это у нас фигурная скобка. Изнаменатель. Да? Уход. Отлично. Ну, упрощаем, что у нас в четырех стекле получилось. Вот. Так. Вот члены. Так, вот здесь вот аккуратненько. Кстати, здесь вот в ползах какая степень? Третья. 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 Ну, это привести к разу в квадрат. Хорошо. Ну, что? Почему числитель? Простите, пожалуйста, числитель. Так, а я пока, с вашего пространения, вот, куда ловите. Стираю. Ну? Значит, мы отдельно вынесем, допустим, где вы по квадрату выписали с чемптоин. А именно здесь. Увидите, в Z в кубе одно сократилось, одно сократилось. Осталось Z в кубе минус два Z в квадрате. Z в квадрате вношу и образовалась такая же скобка вообще для всех. Поэтому можно много чего укусить. Ну, сейчас по порядку идем. То, что ты, значит, здесь ты, это минус Z в кубе плюс два Z в квадрате. И еще выносим, получается, Z в квадрате отсюда выносим. В Z в квадрате отсюда выносим. Я Z в минус два уношу. Угу. Угу. Да, соответственно, у нас два вносит. Составит что? Здесь минус... 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 Вот это M в квадрате, да? Слава, что мы не записываем. А здесь что? Минус пол в квадрате. И Z в квадрате. И Z в квадрате. И Z в квадрате, да? Смотрите, как. Приятно и чудно. Да? Это что такое? Знаменатель. Это знаменатель, да? На нас еще. Поэтому вся наша фигурная скобка... Давайте это уже уберем. Вся наша фигурная скобка превратилась во что? А, ну, в квадрате. Z. Вот. Да, Z. Z по Z вот. Угу. Так, и... Да, отражение. Да, извините. Все. Угу. Угу. То есть, вот вся наша фигурная скобка. В квадрате это повторение. Ну, вы регулируете это, да? Да. Ну, давайте. Сейчас, чтобы он подлинулся. А, смотри, я подлинулся. А, смотри, я подлинулся. Ну, давайте подлинулся. Значит, вот получится одна вторая? Нет. Вот. Нет, я имею в виду... Я понимаю. Ну, Z куда вы интегрировали? Это на 2. А, на 3. А, на 3. Минус 2 на 1. Ага. Минус 1. Ага. Минус 1. Минус 1. Ну, вот наша структура, да? Будет идти, все-таки, коэффициентом него снять третий. Да? Да. Теперь, что у нас вот здесь вот осталось? Я вижу. Ну, на знаменатель можно поделить? Да. Вот на упаковый знаменатель, где он со знакомым минус. Можно поделить... Ну, давай теперь опыщу. Столярную структуру выносим, и 2, зато выносим. Ну, так, включите. Тихо, село. Вот, 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 вот. Угу, а если как-то откроет, да? Ну, включите, ну, члены какие? К сокращенным взаимодателям, да? Ку-мю, если есть на кубе квадрата. Да. И инфигмент выход. Полишите, ну, вот, минус, да? Ага. Вот, и осталось... Все, что осталось? Так. Выносите М в квадрате, выносите сразу. Вмс М в квадрате общая. Ага. Ага. Вот чуть-чуть, как в квадрате? Ну, потом, встречу в квадрате, здесь я, плюс один из ЛН. Ну, давайте вот здесь. М в квадрате, да. То есть, что стоит 2 ку-мю. Детерни с ЛН, да? Или, Детерни с ЛН? Просто, что я беру, писать. Детерни с ЛН... Может быть, проблемы? 1xm плюс 2 кундуноку в квадрате и знаменатель, отлично, квадрат насколько закрылся. Мы сейчас вот этот слога последний федерирован по Z, интегрируем по Z. А что было? Заткодорец пополам, то есть 1x2. Что там 1x2? Здесь блоска стоит. Ну, 1x2, а не будет дальше. Ну, вот эта единица. Структуру выносим сразу. Нормально. Ну, получается, 1x2 на пол старается. Ага. Ну, я отыграл от этой штуки. И отыграл от этой работы. Он у нас идет. Вот если вот это заплатить дифференциал, да? И потом сдвинуть. Да, ничего сдвигать. Ну, сдвигать. Он должен быть в квадрате. Правильно? Это логарифт. Ну, это будет логарифт, но только нужно отладно. Логарифт от модуля будет. Правильно? Ну, плюс вот эта коэффициентка. Да. Шутила. Эту коэффициентку я специально за 7 в квадрате написал. Почему? Потому что когда по Z в квадрате будете интегрировать, у вас еще в знаменатель пойдет вот эта штука. Такой же размерности. Правильно? Ага. Вот. И берем интеграл. Получается логарифт. Ну, и еще коэффициент. Ага. Ну, то есть 1 делить вам. 1 делить на вот это. Вот сюда можно. Одному сюда. Да? Да. Логарифт. Так. На верхнем деле будет. Ну, здесь. n в квадрате именно вот эта штука. На верхнем пределе 1 подставляем. Да? Да? И что еще? Все? Ну, наверное, еще раз. Что еще? А мы когда носили к Лазетку, мы будем там бухгали вообще? Модум. Модум. Да. А еще что? Ну, конечно. Со знаком все. Ага. Здесь же минус стоял, да? Ну, просто общий минус. Значит, общий минус будет еще. Общий минус, да. Правильно? Или все уже, никто не следит? Квадратная скобка закрылась. Ага. Ну, отлично. Все. Переписывали у нас. Ты что? Давно. И не удалось. У тебя уже переписывали, да? Вот у нас результат. Значит, 9 вектор будет. Ну, ладно. Так. То есть у нас остался минус и ай, по разу, пи, ты брал только и икс, еще остался, да? И брал только и икс. Так. Теперь вектор мы с культурой. Квадратная скобка открылась, да? И для этого у нас пиа. Квадратная скобка открылась, да? И там минус 3-ти. И там минус 3-ти. Минус 3-ти, да. Минус 3-ти, да. Минус 3-ти, да. Минус 3-ти scan. Ну, а он и там прям вот. Ага, два пуля. Так, это есть, два пуля. Начинаем, все здесь, все правильно, что-то так. А, ну зря. Ну, здесь вот, давайте попросили, напишем, чуть-чуть. Ну, я просто... Ну, мы же не зря здесь, чтобы мы все выносили, чтобы потом... Ну, давайте, прошу. Две, два пуля по углу отрасли. Два пуля по углу отрасли. Плюс перед сити. То есть, вся вот эта структура, да, сначала вот сцена... Ну, это я вам предлагаю так уже писать. Смотрите. Здесь вот на n в квадрате поделите вот так, как некая новая переменная. То есть, логарифм 1 минус вот эта переменная поделить на эту переменную. Да. То есть, сначала вот эту скобку напишите. Плюс у меня скобка. Нет, а мы же... В квадрате делите на что-то там. Вот это все просто как единую целую переменную таскайте, потому что у вас здесь стоит, смотрите, что единица минус х с чертой у в квадрате поделить на n в квадрате. Правильно? А здесь вот та же самая штука, только в знаменательстве. Вот этот коэффициент, вот эта штука в знаменательстве. Правильно? Да. То есть, там будет сначала не этот квадратный кредит, а потом вот эта единица. Да. Ну просто. Вы переключите как хотите. Будет много. Мы расслабляем, как если не прописать, больше, чем это просто. А потом все оставляем как предприятие. Да, измечали. Молодцы. Изменить, маем, что там ставить. Вот это я просто хотел записать вот так Икс икс чертой в квадрате поделить на n квадрате Просто чтобы подчеркнуть, что у вас вот этот интеграл не сингулярный интеграл То есть когда икс стремится к нулю Это как бы у нас термичные не заложили Когда икс икс чертой стремится к нулю, у вас он не сингулярный интеграл То есть это нормально, хорошо определенный интеграл Квадратная скрупность закрылась Итак, почти все, почти закончились По иксу уже сложнее дело обстоит Почему? Ну здесь по иксу берем сразу А здесь по иксу такого типа интеграл возникает Ну его можно переписать через диодарифмические функции Но смысла от этого нет И нам этого не надо Нам этого не надо Напоминаю, что это мы такое посчитали с вами Это мы посчитали пока не регуляризованную первую диаграмму Да? Вот давайте теперь напишем регуляризованную ИМА Регуляризованную Регуляризованную Это что такое? Это есть ИМА От массы маленькой Вот у нас массы входит сюда, сюда А сюда они входят Да? А минус ИМА От массы большой, которую мы устремим к бесконечности Да? И вот давайте посчитаем, чему отработал Здесь все стираем А где у нас массы нет там? Во-первых, где у нас массы нет, те члены и сократились То есть мы в каком-то смысле зря надрывали здоровье Их вычисляли с вами И следили за ними То есть что значит? Что следить надо было только за теми членами Которые от массы хоть как-то зависят Правильно? А которые не зависят, за ними можно было и не следить Так какая мораль Так У нас общая структура Скалярная структура То есть с вот этими членами что у нас произошло? Скалярные структуры Они внимерли Да И вот этот тоже Да? Остался вот этот член Со скалярной структурой Да Сейчас я Её можно заинтеграл в структуру То есть осталась только скалярная структура Обратите внимание, она со значимым минусом вышла Мы можем под этим минусом её сложить в множество Ну ага Скам까 Открываем Вот мы идемтегралом и скупки Это будет раз в двух интегралов или интеграл в два раза? Почему? Интегралов. Какая разница? Интегралов. Интегралов. Начало, потом, все выражаем. Интегралов. Еще раз, слушай, если мы слушаем, что мы к столяру прибавляем вектор, мы просто одновременно считаем две функции грина. То есть это просто два разных ответа, записанных вместе. И минус, что? Давайте внимательно смотреть. Соединиться на n члены. Ну, фиг его знать. Смотря, как себя вот это ведет, да? Как себя ведет логарифм вот этого параметра, подвели на этот параметр, когда m стремится к бесконечности? Ну, к нулю или нет. Нет. Сейчас, m стремится к бесконечности. То есть параметр, который идет к нулю, а все вместе? По греху приедете. М? По греху приедете. Вы еще не выделите. На какой делите? Ну, тогда оно сейчас зависит. Предел, предел. Ну, а логарифм подвели не с эпсомом, подвели на эпсомом. Он при эпсомом подвели на эпсомом. К чему равен? Минус. Минус. Минус единицы, да, равен? Минус единички. Минус единичка. Да? Да? Минус единичка. То есть, весь наш интеграл сложный пришел в пределе просто в минус единицу, да? Я думаю, что вот этот член с единицы на m дополнительный можно выкинуть, да? А вот этот пойдет в два делительного кумулятора, в квадрате, пойдет с минус единицей. Будет плюс, да? Ага. Сколько закрыть? Иначе мы не остановимся. Значит, надо видеть, как интересно получилось. Вот это что такое? Это нечто, что осталось от нашей тяжелой петли, в которой бегает тяжелый фермион с массой m, при m стремящемся к бесконечности. Да? То есть, во-первых, вот эти оставались, да? А во-вторых, вот тут, но они сократились. Эта структура сократилась. А во-вторых, вот такой член оставался. То есть, петля с бесконечно тяжелой фермион, ну вот это несколько контринтуитивно, но она дала вот такой вклад, да? То есть, наша регуляризация, она в этом смысле не тридеральная совсем, по сути же, да? А вот не получится, что ответ будет зависеть от способа регуляризации? Нет, не будет зависеть. То есть, я хотел сказать, что... Ну, потом, когда вы считаете, у меня несколько замечаний по этому поводу сделано. Окей. Это мы считаем только диаграмму A. У нас две диаграммы, которые отличаются заменой... Один на два и... Ну, один на два. Один на два, да? При этом вот эта штука приходит в себя, правильно? Поэтому просто ответ должен умножить на два, да? Вот давайте их аккуратно вот сюда вот напишем. То есть, во-первых, для векторной структуры. Для векторной структуры. Какой у нас ответ будет? Так, нур регуляризируем. Что это в роли-то? Нет, там в руках. Векторной структуры? Это вот отсюда я должен взять эти два шлена. Да, точно. Ну, пишем, чем вам он. Ну, два, ну ладно. Ну, давайте сначала структуру вытащить, а потом уже будете... Двините внимательно от фуала, отсюда. И у вас две треугольных диаграммы. То есть, всего будет четыре. Четыре. Гурмин делит на куб в квадрате, да? Четыре. Ну, нарисуйте структуру сначала, а потом я тебе дал. Нашу треугольную дарить. Ага. По интегралу. О, а тут просто логарифик. Ну, во-первых, здесь удиничка, под ним сначала. Под интеграл, под икс. А куда? Ну, тогда это просто единица. Просто единицу пишите, да под интегралом напишите. Под интеграл работает. Угу. Чесно горит? От кресла горит, да. Ну, это первый разал. Представляем, мы пишем. Вот так только двойку. Одинная. Угу. Вот так только двойку. Одинная. Напоминаю, что эта штука связана с функцией грина. Так, сняли на объект нового штука, да? Так, сняли на объект нового штука. Просто из зала, да? Вот так и получили. Здесь коэффициент двойка, да? Да. Из-за того, что у меня две диаграммы дает одинаково. А две диаграммы дает одинаково, да? Теперь напоминаю, что вот этот классический элемент у меня связан с аксиальным током, да? где есть действие Пси с чертой, ГМ5, Пси, да? А вот этот, вот этот элемент связан с чем? Пседоскалярным. Пседоскалярным, да? То есть Пси с чертой, ГМ5, Пси. И мы с вами хотим посчитать дивергенцию, да? То есть найти дивергенцию в минус неаномальный член, да? Дивергенция в минус неаномальный член, то есть посчитать такую штуку. И кумюн на ИН, а дальше что такое? Минус два ИН на ИН. Вот это мы с вами хотим посчитать. Вот, он вроде считает дивергенция. Смотрим, чего травмо. Ничего и двойка родилась. Да, по-моему. Зачем прекрасно. Так. Ну, давайте еще раз по порядку. Значит, у нас и здесь, и здесь дадут минус. Ага. Минус Альфор на 2, 3, 2, 8. И четверка здесь, ну, остается. Структуру. Структуру. Структуру, да? Так, шелктуру, 1, 2, 8. Так. Структуру на скобочку, да? Да. Вот дивергенция что у нас осталось? Когда я не знал. Минус 4. Значит, 9 квадратных и четверка, да? Да, это скольфирная. И в 4, ну, дадут шутеру. Опередалл, единица плюс 20. Вот здесь и у нас есть. Ну, с логарифмом у дилегата. Ну, это сейчас 6 раз. Ага. Ну, минус. Минус. Так, вот, значит, двойка, множество, наверное, двойку, 24. У нас тоже четырёвку, да. Масса сокращается? Массы сократились, и остался интеграл. Ну, разумеется. Ну? Что мы говорим? Да. Ну, интеграл будет и два. Интеграл сократились. Люди не понимали. Делали физические интегралы, они ушли сюда. Здесь не идти. А осталось? Что? Минус 2 альфа на пи, и умножить на эту вот структуру. Ага. Давайте переключим красиво вот таким образом. А у нас место 1 есть. А вот здесь. Вверху. Ну, плюс 2 альфа на пи. Да. Напишем минус альфа на 4 пи. Минус альфа на 4 пи. Ну, когда я что-нибудь прицелом делаю. Минус альфа на 4 пи умножить на 8 вот этих скалярных структур, да. Минус альфа на 4 пи. 8. У нас... Ну, отлично. Вот, больше. Значит, с вами замечательный результат. Что мы получили? Видите? Мы рассмотрели две функции green. Одну такую, одну такую, да. И увидели, что матричный элемент, отличающий эти функции green, они получаются из функций green, если выделить в них... Как это там говорили? Что мы должны 2, 3, 4, где эта функция... Выделить, да. А матричные элементы у нас будут такими, на которые, как правило, в фильме отлично, да. И мы с вами получили некую величину, в которой есть матричный элемент между фотонами и 2 пи. Вот какого-то оператора, да. От какого оператора? Вот вы, когда первую задачу из ваших заданий решали, Вы, в некоторых случаях встречали, при распаде на 2 фотона, когда у вас 2 фотона что-то распадалось, это на 2 фотона, скажем, да. При эпидемоле на 2 фотона. Вот там такая конструктура на экране. Какой там оператор был? Какой он оператор был? Так, все из них подумал? Важно, пока вы думаете. А вы думаете. А, эпсилон. Ага, эпсилон меню альфа бета, F меню, F альфа бета, бета. Вот давайте с какой-нибудь этого рассмотрим. Эпсилон меню альфа бета, Ф меню альфа бета, альфа бета, бета. Да? Вот такой оператор. И рассмотрим его в матричный элемент. Да? Его матричный элемент. Эпсилон меню альфа бета. Эпсилон меню альфа бета. 2 фотона. Марка пиратов. И 2 фотона. Вот, рассмотрите этот матричный элемент аккуратно, как вы делали все полярышки. Спешите. Да, потом спинуем. Пишите. Ну, пожалуйста. Что вы делаете полярышки, скажем, да? Просто задыши, я вам видеть сначала. А, кстати, пять. Ну, что вы делаете полярышки, скажем, да? Луха. Я просто написал. Это что такое? Вот здесь состояние. Как имелось? Ага. Записываете. Это был вакуум, да? В котором действует что? Ну, сумма спала. Такая сумма. А, да. Состояние. Мы уже выбрали. Ну, это операторы уничтожения. Операторы уничтожения. Тупус АК1. Вот так вот. АК1. Ямта1. Мы теперь непонятно изначально, попросу скидали. Давайте, постойте. Нормировка в нашей стороне, то есть что-то отсюда напишите. Давайте. Корень из двух пицелей на объем. Два раза. Куда на объем? Ну, каждое состояние, то есть оператор рождения, на факту, множество корень из двух пицелей на объем. Вот сюда вот. Перед интеграмм? В чем перед интеграмм? Просто перенесли сюда. Нет. Корень 2 пиц в кубе, здесь на объем. 2 пиц в кубе. Да. Андрей, вы просто спинари были или не были? Какая у нас стандартная номера? С четвертого пуска у вас была в двух пиц в кубе, делить на объем, на каждое состояние. Правильно? На каждое патронное состояние. Да. И хоз 2. Значит, что будет? Одна средства. Ага. Это мы написали вот эту штуку, да? Да. Включим. f-menu, это у меня что такое, да? d-menu, a-menu, d-menu, a-menu, да? Значит, т.е. 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 После того, как мы их перемножим между собой, какие члены останутся? Т.е. я должен d-menu, a-menu, d-menu, 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 d-menu. Да? И свернуть всяк все. Да, получается. Если я скобочки здесь раскрываю, будет 4 слагаемые. Да. Что про них можно сказать? Они почти одинаковые. Они все одинаковые, потому что ε стоит, да? ε учитывает эти три сномазки, да? Т.е. будет 4, да? 4, 4, 4, на d-menu, d-menu. А теперь пишем поле a-menu вторичных методов. Когда мы выберем? Интеграл. 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 Это значительно-частотная часть, да? Интеграл. 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 И B1. B1. Оператор в точке z. И все поля в точке z. Плюс комплекса сопроверения бракса. И по λ1 еще, немножко закрылось. По λ1 с аммиграем не ждать еще, да? Вот наша вторичность. Нет. Индекс. У нас есть индекс еще здесь. А, ну да. Давайте мы подобретаем специально, как я написал. Вы пишите знака. Нет, нет. И поле, это у нас специально не у той поле. С индексом нет. Давайте индексом не пишем. Нет, нет, да. Так, и теперь второй поле. Второй кусок, да. Да, это пианфа. 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 Тианфа. Дочитаю Оно у вас бытовое, да? Ага. Волица цилинка типа этого. Ага. Отличка. И в вакууме. Вакуум. Ага. Чудненько. Смотрим, сколько у нас различных спариванов будет. И какие тут спариваны? Кого с чем будут спариваться? Дно. Дно. Какие операции? Так, а у нас есть только уничтожение. Здесь уничтожение. Отсюда надо брать операционное отделение. То есть у нас есть вот облоглое спаривание. Это за. И наоборот. То есть два типа спаривания есть. Как мы сейчас увидим, это просто один и тот же флата не дается. То есть у нас есть некая двоечка. От спаривания у меня возникнет. От спаривания у меня возникнет дельта-функция, правильно? Ага. Дельта-функция, вот, двухмерная дельта-функция. Один минус крайний, да? Вот, например, для вот этого спаривания, вот этой стрелочки. Возникла дельта-функция, и она снимется интегрированием, правильно? Соответствующие экспоненты, это экспоненты по поляризациям, да? То есть я вам дадил? Нет, дадил, я дадил. Я вам дадил. Один, но надо по другому, я дадил. Ну да, я так. Ну видно, что у нас при экспонировании производная даст минус i на k. Почему минус производная? Производная действует вот сюда. То есть она дает ip1, да? А p1 то же самое, что в k1, да? Да. То есть здесь, значит, матричный элемент перейдет, глядим, куда-то. Интегрирование по z, там что так сказать? То есть я по z теперь буду брать? Dz. 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 Вот это экспоненты, вот это экспоненты, и вот это экспоненты. Это что? Во что они выбирают? 24 это не та функция, да? 24 это не та функция, да? 24 это не та функция. Да? Множители, нормировочные. Объемы сократились. Объемы с частотами как раз вот так вот вынеслись. Да? Да. Вынеслись. То есть в корне 2 уникардировая, корень 2 уникардировая, да? А что осталось? Облаты хуже таких случаях. В апелькубе сократилось, да? А что осталось? Четверка. Четвершую больно спариваемую, да? Восьмерка. Восьмерка. Ещё что? И значит структура, эпсилон. Эпсилон. Альфа, это значит и пульсы. Вместо демю стало что? Клю. Только и клю, да? И К1 мю. Умножился на 1, какая зависимость? Эпсилон, 1. Это значит, ню. Уберите эту лямбу, всё равно. Ну, лямба 1, понятно. Как обращение, просто 1, 2. Здесь есть кавань, альфа. А два альфа, да? А в этом спариваемся с листой. Все, ничего больше не забыли? Все множители начали? Ну, так самая структура получилась. Ась? Так самая структура получилась. Нет, ну, структура получилась, если переставить. Знак. Знак. А, если мы переставить, то она как раз? Угу. То есть, получилась структура, да? С каким знаком? То есть, всё вот это? Всё вот это, как раз то, что мы должны получить. Сейчас на два раза переставляем, и знак два раза меняется. Ага. Это вот у нас, собственно. У нас порядок такой. Е1, Е2, К1, К2. Да. То есть, я должен Е1 раз, 1 раз переставить. И Е2 к нему ещё 2 раза переставить. На три. То есть, вот три перестановки, да? То есть, минус. Но ещё три. И сюда. Да? Поэтому всё вместе это даст не перерисовывать. То есть, вот что здесь такое. Так. Значит, это значение 8. Да? Ага. Вот. То есть, по функции Грина мы получили вот такие выражения, с кинематическими множителями, да? Когда мы функции Грина смотрели, да? Вот теперь давайте напишем операторное соотношение, которое у нас получилось. Красиво введём его в рамочку. Уголок вот напишем. Откуда эта функция Грина? На что идёт? Ум. Это что такое плавание? Ум. 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 Ну это что такое? А, это дивергенция аксиального тока, правильно? Ум. 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 Вообще-то скалярный ток, да? Я не знаю, как его подозревать... УЖА, значит... УЖА, да? А справа что у нас получилось? Ну... Сатонник. Ну, какой оперативник стоит? Ну, тот, который... Ну, отсюда какое соотношение получается? А, ну, сатонник на 4π Е-сатонник на 4π Е-сатонник на 4π А здесь 7π, а на верхнем. И наш оперативник, вот этот, с изглова Вот Отлично. Где аксиальный ток влияет с этим выражением, да? А вот эта, вообще-то скалярная плотность вот таким выражением, а это обычный ТЗ, напряженность и уровень кардиналии. Вот мы с вами получили эти трансэкспрессионные нитрооксиандренные аномалии. Вот, молодец. Это такое важное соотношение, к которому мы так долго стремились. Давайте сейчас сделаем следующим образом. Я сейчас сделаю две замечания по вашей задаче, несколько комментариев. Потом мы чуть-чуть перетахнем и решим две задачи. И на этом закончим. Так, вопросы есть по тому, что мы с вами делали? Отращаю ваше еще раз внимание, что аномалия фактически у нас пошла из бесконечно тяжелой петли. То есть это некий артефакт нашей регуляризации по факту. С одной стороны, с другой стороны, на самом деле от регуляризации это не зависит. То есть можно было считать это все в разных регуляризациях. Вот, давайте, замечания вот такие. Первое замечание. То есть, во-первых, это соотношение не приобретает дополнительных поправок по альфа, когда вы рассматриваете высших порядков теорий возмущения. То есть поправок по альфа нет. То есть это соотношение справедливо во всех порядках порядков теорий возмущения. То есть мы рассматривали только в порядке альфа. Правильно все? Да? Преугольники от альфа. Можно показать, проще всего это делать не в этом способе, а в функциональном интегрировании. Показать, что кроме порядка альфа ничего не будет. То есть это окончательное выражение во всех порядках. В данном способе это не очень просто сказать. То есть нужно рассматривать следующие порядки и так далее. Второе. Считать можно было в размерностной регуляризации. Получили бы мы тот же самый объект. В размерностной регуляризации в чём придут? В том, что мы должны были определить, что такое ДМО 5 в данном выражении. Вот сюда вот ДМО 5. ДМО 5 мы с вами рассказывали, как он строится. В лучшем случае. В первом семестре, когда у вас пространство большого числа измерений. Я рассказывал, как он строится. То есть мы перемножали все матрицы. Вот здесь вот, чтобы получить правильную аксиальную эндоманию, приходится ГМО 5 руками говорить, что это есть вот такое выражение. То есть И, ГМО 0, ГМО 1, ГМО 2, ГМО 3. И в этом случае у вас получается, что ГМО 5 с матрицами 0, 1, 2, 3 анти коммутирует. А с остальными матрицами в демерии, там бесконечное число гомоматрицы становится, оно просто коммутирует. То есть в определении ГМО 5 возникает некая сложность. То есть сказать, что это просто антикоммутирующая со всеми гомоматрицами матриц, нельзя. Это будет не согласованная с аксиальной аномалией. Правильное определение ГМО 5, согласованная с аксиальной аномалией. Это вот такое, обрезанное на первых четырех. И ГМО 0, ГМО 2, ГМО 2, ГМО 3. И даже при предельном переходе Д в 4 тоже? Придельно переходят Д в 4, а она просто и есть ГМО 5. Если вы только посчитали с антикоммутирующей гомоматрицей ГМО 5, а потом вы сделали предельно далеко. Ну, ответ неправильный получил, да. Неправильный получил. То есть правильная, вот в размерность на визуализации, вот так она идет. В песке не можете осмотреть, как это вычисление поведено. В общем, она не сложнее, чем то, что мы с вами делали. То есть все те же самые формулы, которые у нас с вами были раньше, чтобы надо вот аккуратно разбивать на те индексы, которые у вас в первые 4 и все остальные индексы. С ними либо вы антикоммутируетесь, либо коммутируетесь. Третье замечание. Давайте попробуем обобщить вот это наше соотношение, которое мы получили. Обобщить на КХТ с флатонами. Ну, в связи с тем, что у нас есть кварки целыми, да, кварки, антикварки. И есть у гранжан КХЛ, есть еще у гранжан электродинамики с флатонами. То есть наша клинбольная аномойда устроена каким образом будет? Здесь вот наши операторы с вами, да? А вот здесь вот потом. Но в петле могут теперь уже бегать кварки, да? Различные кварки. И в качестве операторов, которые мы будем впихать в эту ручину, давайте будем рассматривать не вот такие операторы, как здесь, да? А еще с флейверным генератором. Рассмотрим вот такой оператор. А, G, N, N, A, N, 1, , да? Это что такое? Это не среднее полакону, 30ХС, с чертой T, A, N, 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 N. Где T, A, флейверный, это генератор на флейверном проставлении. То есть у нас есть, ну для простого давайте будем считать, что у нас есть только две кварки. Две кварки, тогда у меня есть группа, какая где эти генераторы действуют? SO2, да? Когда есть SO2, и наши T, а флейверные, это просто есть обычная сигма-матрица папанома, матрица Паулин, да? Они действуют во флейверном пространстве. То есть не в пространстве внутренних индексов, лорельцевских, да? В пространстве флейверов. Вот эта матрица в пространстве флейверов. А у нас Пси, это столбец, состоящий из буи и декварка, да? Т.е. все это уидят. D, O, это обычная генераторская спина, и это тоже обычная генераторская спина, да? А матрица, будьте здоровы, а матрица Т действует вот в этом пространстве. В пространстве уидят, да? Тогда как изменится наша с вами аномалия? Вот у нас, будем считать, обобщая это соотношение, что у нас теперь есть разные массы У и Декварка, да? Т.е. есть такая массовая матрица, где здесь масса У, а здесь массовая матрица, да? Тогда каким образом обобщается вот это соотношение? Смотрите, все то же самое происходит, что и раньше, да? Но если теперь у меня сюда прицепляются фотоны к варкам, то что в вершине стоит? В ВТ и ВТ? По сравнению с тем, что было раньше, дополнительного. ВТ и ВТ и ВТ и ВТ? ВТ и ВТ нет, ВТ и ВТ, это фотоны объемные. А, да. Это обычные фотоны, а это кварк. ВТ и ВТ? ВТ и ВТ? Ну, по цвету дельта стоит, да? А по флеверам? А по флеверам? ВТ и ВТ и ВТ. Если у кварк, то здесь во сколько раз? ВТ и ВТ? ВТ и ВТ. ВТ и ВТ. ВТ и ВТ. ВТ и ВТ сохраняется. Вейвер сохраняется. Но в вершине, в электродинамической, что стоит в взаимодействии с фотоном? По вопросу заряд. Заряд, конечно. То есть для разных кварков, для двух кварков здесь будет стоять минус две трети, и для двух кварков здесь будет стоять одна третья, правильно? Да. Заряд. То есть здесь будет стоять зарядовая, молодец, да? Вершине, я так напишу. Минус две третьих. Две третьих одна третьих. Две третьих У, минус одна третьих Д, да? А по цвету здесь дельта символ, правильно? И у меня есть НС различных цветов, правильно? Вот давайте напишем как обобщаются, как происходит обобщение вот этого соотношения. И это нам понадобится. То есть наша дивергенция отличается тем, что вот в этой вершине теперь будет зарядовая матрица, но вот в этой вершине какая матрица стоит по сравнению с тем, что было раньше? Гамма-люгл А5 стоит в лоренцевском пространстве, и что еще больше? Сильного матрица. Флейвара, да? То есть получается, что дивергенция, дивергенция нашего аксиального несинклетного тока, вот это А означает, что у меня несинклетный ток. Вот здесь вот ток бил синклетный, здесь вот единичка стояла, да? А там стоит генератор, и я могу сказать, что это не синклетный ток, да? Он выглядит следующим образом. Вот этот член, как будет обобщение этого члена? Какой будет? Вот на вывод посмотрите, который мы вначале делали, да? Вот здесь вот теперь не М, а матрица М, да? Мы два раза использовали уравнение Дерако, правильно? Одно для Пси, другое для Пси с чертой, вот смотрите. Один раз у нас матрица М была слева, другой раз матрица М была справа, да? Относительно вершины. Раньше в вершине была единица, поэтому не было разницы, стало 2М, да? А теперь в вершине ТА флейварная, верно? То есть, что здесь получится? Что будет? И, да? И с чертой, ГВ5, и что? У нас 2М есть. Хм? Да. Соединяет равен сколько? Вот раньше у вас здесь была единичка, то есть двойка это что такое? Вот где-то есть 1М плюс М на 1, да? Раньше тут двойка вот так вот возникала, да? Есть 2Матрица. Теперь вместо единицы будет стоять матрица, да? А М будет М со шляпой матрицы, да? Плюс М со шляпой матрицы, да? Но так и так, это что такое у меня есть у нас? Антикоммутатор. Антикоммутатор, правильно? Здесь будет стоять антикоммутатор. Фрейварная, ГИМ и матрица М, да? А правая часть как модифицируется? Вот эта. Вот этот коэффициент мы вытаскивали из треугольной диаграммы, да? Раньше в треугольной диаграмме здесь были здесь единичка, здесь единичка, здесь единичка, да? А теперь что будет? Ну, абсолютно. Ну, сколько разных фермионов смогут двигать здесь? 2. Из электронных. Ну, электронных. А по цвету? Ну, 6. Почему 6? Ну, тут может 3 цвета и 2 фермионовые. Три цвета, да? То есть здесь, во-первых, у вас НС различных кварков бегает, да? Партия стрелка, правильно? Теперь по флейварам что происходит? По флейварам двойку не надо писать, потому что по флейварам вот у вас стоит матрица здесь. Правильно? То есть что здесь будет? Какой коэффициент? Какой его? Извините. Это треугольник. Замутая петля, правильно? То есть это трейс был, верно? Во всех пространствах трейсов. То есть вот у меня в этой вершине стоит какой-то и G, да? В этой вершине стоит и K, в этой вершине стоит H на G, правильно? По флейварам. Это я пишу флейварные матрицы сюда, да? И вместе это что будет? Ну ферменная петля у нас дает след, правильно? По флейварам в каждой вершине теперь вместо единицы стоит матрица флейварная, да? То есть будет след, след, от чего? Разделение матрицы. Q, Q, T флейварная, A, Q, да? Это об одной диаграмме. А переставленная диаграмма с переставленными концами какой флаг будет? Переставляем Q и Q. Переставляем Q и Q. То есть такое же, правильно? Просто множество на два положим. Правильно? То есть вот это модификация того, что у меня появилось, когда здесь теперь бегают NC различных кварков. разных флейваров, да? Правильно? Ну и на то же самое. У меня фотоны, это значит Fµ на Fµ на Fµ на Fµ, 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 Fµ. Чему этот коэффициент ранее? Давайте посчитаем. Посчитайте теперь. Все. Все. Посчитайте. Как посчитать сколько флейваров Продолжение следует... Вот здесь половинка сигловой матрицы, то есть либо 1, 2, 0, 1, 1, 0, либо 1, 2, 0, и 0, либо 1, 2, 1, 0, 0, и 0, это когда А в одной единице, это когда А в одной двойке, это когда А в одной тройке Это я написал прям, а Q в квадрате я перенесу сюда, и возникнет матрица Q в квадрате, но это Q в квадрате, это есть что такое? Это есть четыре третьих, а будет на четыре девятых и одна девятая, да? И еще двойка была, нюансы Что это такое просто? Двойки сократятся, только А на А3 Только вот это работает, да? Во-первых, и двойки сократятся, во-вторых, работают только вот эта матрица И что получится? НС НС Дельта А3, да? Разработает только третья матрица, то дельта символ только возникнет, да? И Четыре девятых минуса, одна девятая, да? Это будет что? Одна третья Одна третья Почему мне так что-то не совсем нравится? Четыре девятых минус одна девятая, это будут три девятых, да? То есть одна третья А двойка сократится? Двойка сократится, да? Двойка сократится И А1 на 4 ключи Лучше я рассматриваю на 12 Число 1 и двойка сокращается Мы же уже взяли, что у нас Угу Мы же уже взяли С2 и С2 и С3, давайте СР Не-не-не-не-не, нет Мы взяли С2 и С3, это по флейворам, а здесь ТНС, это цветовая группа, да? Да То есть то, что число флейворов на 2 не связано с тем, что число НСР на 1, да? Нет, я здесь почему-то не совсем с коэффициентом правильно Я почему-то запомнил, что у меня там одна шестая должна получиться Я не помню почему Ладно, давайте передохнем неравно А я пока подумаю, что получилось Продолжаем Я вас немножко обманул, а вы обманулись, да? Вот еще раз, глядите У нас есть две таких треугольных диаграммы, правильно? Да От каждой из них вклад одинаковый или вот такой, правильно? Да А тут факт, что у меня две этих диаграммы Я же его уже учил в этом коэффициенте У меня же здесь стоит правильный коэффициент Зачем вот это и вот это, это же две диаграммы, правильно? Поэтому двойки здесь не будет, согласны? Да Или для вас все равно, что для вас, что для вас? Одинаково Глядите, у вас раньше было две треугольных диаграммы, да? Такая и такая, да? Они вот в такой ответ Диаграммы, да? А теперь на каждую диаграмму На каждую диаграмму у вас вот такой множитель появился, верно? Да Что для первой, что для второй он одинаковый, потому что здесь одна и та же марка состоит Да? Значит, я должен не на два таких множителей умножать свой ответ, а на один, правильно? Т.е. это один множитель, когда он и для этой, и для этой появился, да? Поэтому здесь двоечку я все-таки сотру, да? Это нехорошо Я просто помню, что здесь не одна третья получалась, а одна шестая Поэтому я против внимания То есть здесь будет одна третья множить еще на одну сторону, да? Т.е. одна шестая Вот я сюда одно соотношение переписал, да? Т.е. это соотношение для, еще раз, для официального, не секретного тока В КХД, т.е. когда у нас есть кварки Но здесь полтоны Здесь альфа, бета, альфа электромагнитная, да? И эльфа, бета, бета, электромагнитная, правильно? А вот это все взялось от того, что у меня кварки В кварки это квадраты, разность квадратов заряда То есть я сюда поставлю, правильно? Тут одна шестая Видно, что аномалия есть только для третьего тока Третий ток Да, атом не длин, трем, да? Если атом не равно трем, то аномалий нет А вот, значит, если спускается бета, понятно, что все усложняется Вот я как раз сейчас хотел прийти Четвертый пункт, хорошо, отвечает Проходатель беона Точно так же, давайте будем смотреть Здесь у нас есть два тока, которые пойдут Во-первых, так же, как и здесь Так же, как и для фотонов Здесь есть аксиальный, не синглетный ток И аксиальный синглетный ток Правильно? То есть не синглетный ток У меня выглядит точно так же, как и здесь Да? Все точно так Я даже не очень понимаю, почему я это переписан Есть синглетный ток Да? Синглетный ток Это без вот этой ток Си с чертой И гамм-м Гамм-пять-вси, да? То есть аномалию можно смотреть и для этого тока, и для этого тока Да? Так же, как и здесь аномалию можно было смотреть и для этого тока, и для этого тока Для вот этого тока аномалия здесь точно так же полностью аналогична к первому выражению, как и здесь еще будут коэффициенты реаной финансовой Да? Возьми Я это не пишу, потому что пользоваться будем вот этой формой Да? Здесь давайте поглядим, какое изменение произойдет То есть, я смотрю вот HD Да? То есть здесь у меня бегают кварки Ну а теперь Вон Впечатляя представляются глионы Да? Глионы То есть вот такую диаграмму я смотрю, такие функции Грина Смотрю, чтобы поглядеть аномальные только или не аномальные, да? Возникает ли аномалия или нет, да? Это А, это В, да? И смотрю, что изменилось По сравнению с тем, что было в электродинамике Значит, в электродинамике здесь была единичка, а здесь стоит теперь по флейворам флейворная матерца, да? Для флейворного тока В электродинамике здесь были единички, а теперь здесь что будет стоять? Да По цвету По цвету будет стоять ТВ ДА Остальное все то же самое, что в электродинамике, это замена Е на Ж, правильно? Е на Ж То есть какой результат мы с вами получим? ДА Мы получим, что дивергенция моего тока, да? Дивергенция аксиального тока, да? За счет факторов То есть здесь то же самое, все будет Здесь вот без изменений, да? Все остается То есть у меня нормальный член будет тот же самый Ну и вот здесь матерца, да? А что будет в правой части? Вот Каждый из диаграмм таких дает одинаковый вклад, как мы видели в электродинамике электродинамический вклад один и тот же, да? Для двух треугольных диаграмм Но в этой диаграмме у вас какая структура? Здесь стоит ТФА ТФ Дальше Матрица по цвету И матрица по цвету, правильно? Это для одной диаграммы Для вот этой А для перекрещенной диаграммы Электродинамическое выражение точно такой же, да? То есть общий коэффициент такой же, как и раньше Но структура другая Флейбор, а здесь будет след Б Традициональный, правильно? Порядок разный, да? И след от этого След всегда для фигурованных тренингий, да? И чему вот равно получается Вот эти матрицы действуют в цветовом пространстве, да? А этого флейбора Все они в разных пространствах действуют То есть это есть трейс ТФ Множко на трейс антикоммутаторов СССРД Это по цвету свет, а это по флейбору свет, да? И поскольку генераторы это следуют То это весьма опасно То есть получается, что Что глионная 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 аномалия То есть аномалия За счет взаимодействия кварта с глионами, она равна 0, да? Для несингвентного тока Когда здесь А стоит, да? Если здесь А не стоит То есть я беру дивергенцию Сингвентного тока То все то же самое, что и раньше, да? Как изменится? Если здесь теперь ТА нету То вот что это перейдет? Если вместо ТА Едничная матрица стоит Просто две массовые матрицы А справа будет стоять что? Какие изменения будут? Теперь вместо флейбора будет иконечка Да? Флейбор иконечка А трейс от двух генераторов световых это что такое? Дельта СВ Дельта СВ Одна вторая это трейс без коммутатора А антикоммутатор дает двойку, да? То есть Дельта СВ Дельта СВ Поэтому А здесь будет все точно так же, как и раньше Только будем спрограммливаться на 4b, да? Операторы теперь будут глионные И все это умножится на трейс от пяти нишки что даст? По флейборам А? Число флейборов, правильно? Сколько у нас флейборов? То есть NF НФ А след по цветам даст Дельта СВ Дельта СВ Дельта СВ То есть получается что Несинглетный аксиальный ток с ЭХД С глионами Он будет не аномальный Да? Аномалий нет А синглетный аксиальный ток При взаимодействии с глионами Да? Он аномальный Вот такая у него аномалия Такое вращение для аномалий Кстати говоря По поводу вот этой F-меню на F-меню дуальную F-свернутой с Эпсилом называют Дуальную тензуру Ну еще раз на вторую, наверное, умножаем Вот давайте мы их динамику Забьемся на секундочку Вот смотрите Оказывается, что F-меню На F-альфабетке Эпсилом меняю Альфабетом Это есть не что иное, как полная производная Полная производная Полная производная Эпсилом Где в качестве комью Я могу взять такое выражение Эпсилом Мю 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 Альфабетом А Мю 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 У Мю 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 Альфабет Кастин Вот еще раз Все, что здесь стоят А не, все, все Это есть полная дивергенция Нет, нет, он вас подкает Нет Все хорошо Где Вот этот вектор От чего берется дивергенция Да есть вот такая штука Это очевидно? Да Правильно? Ну почему? Если я беру производную структуру по dμ от вот этого выражения, то это беру то силу симметричности производной по αμ и антисимметричности ε. А если я от этой структуры беру производную, то это будет ровно 4 dμaμ dαααααα. То, что Андрей считал, это просто f на f свернуть, да? Правильно? Да. Согласны? У меня же это зовут Горжа. Где мы это зовут Горжа? Эффективный Горжа. Это действительно эффективный Горжа, но мы пока нигде об этом не говорили еще. Это действительно полная производная. То есть то, что здесь стоит, вот это, есть полная производная. Вот в подходе, когда вы функциональным методом считаете аномалию, фактически вы там считаете некий эффективный Горжа как раз. То есть вы суммируете по всем, интегрируете по всем фермионным степеням свободы и получаете эффективный Горжа для внешнего фонового фотонного поля. И он у вас получается действительно полной производной, да? Но вот оказывается, что это не тривиально для некоторых полевых конфигураций, да? Для тех, которые на бесконечности довольно быстро сбывают. Для них интеграл от полной тивергенции садится на внешнюю поверхность, правильно? И дает 0, если поля быстро сбивают. Но есть такие конфигурации полей, в которых у вас есть вклад, константный вклад от внешнего интегрирования, так называемый топологический заряд. То есть, в принципе, вот эти члены в эффективном Горжане, если вы их поместите, они будут давать некий материальный вклад для определенных конфигураций калибровочных полей. Но мы об этом не говорили, да? Нигде. Это просто замечание, что вы меня спросили, что это в эффективном Горжане. Да, иногда полупроизводные бывают в эффективном Горжане, да? Здесь у нас никакого эффективного Горжана нет. Здесь вы просто посчитали дивергенцию, вот дивергенция. Я тут обратил ваше внимание, что вот эта дивергенция, так и дивергенция. То же самое, кстати, и для калибровочной теории. Вот этот тензор, его тоже можно поставить в виде полупроизводной, только несколько более сложным вот этот вектор выглядит. Здесь еще член со структурной константами и с тремя полями А. Там F на А, да, да. Но мы их использовать не будем, поэтому я их не пишу. Вот. То есть про ТХТ с геонами мы поговорили, такое замечание. Что мы сейчас делаем? Мы просто все аномальные токи перечисляем с вами, да? Какие у нас в теории возникают аномальные токи. И последнее, пятое звучание. Пятое звучание. Пятое звучание. Пятое нужно восстановить полностью. Нужно рассмотреть и с тремя геонами, и с четырьмя геонами. Еще раз. Трибуны. Еще раз. Один дополнительный, второй дополнительный геон прицепе. Самое важное, что вы должны вынести из вот этого, так сказать, небольшого, это вот эти три формулы. То есть вот это то, что в электродинамике мы имеем, а это обобщение на КХТ несинкентного аксиального тока какого-то подобных, да? Вот это нам нужно и это понадобится, это в приложении. А у меня вот вообще некие замечания, которые вы просто пока к сведению примите. Пятое замечание, оно следующее. Что если у вас есть некая калибровочная теория, киральная калибровочная теория, то есть безмассовая, в которой есть аксиальный ток, ну, скажем, такой ток, каком-то psi, действует генератор 1,5,5 и 0,5,5 и 0,5 и 0,5 и 0,5,0,5. Вот ровно такого рода токи, например, у нас возникает в слабых взаимодействиях, где пси могут быть прагами, дублетами кварков и дублетами лектонов дублет для кварков это у нас верхний и нижний кварк, для лектонов это лектон и нектрин, да, соответствующие так вот, если у вас есть некий аксиальный ток, который по совместительству оказался еще генератором вашего калибровочного преобразования это калибровочный ток, правильно? вот здесь ТА это не флейборная матрица, а матрица вашей калибровочной ленты то есть это калибровочный ток, калибровочный ток тогда, раз он калибровочный, значит, с ним связано довольно много, например, с ним связаны то же из ТОВОРДО, да то же из ТОВОРДО, которые вам разные функции грены друг с другом связывают, да вам оказывается, что эти ТОВОРДО, они играют важное значение, когда вы исследуете перенормированность теории перенормированность теории это что значит? это значит, что ваш, если ваш аксиальный ток оказывается калибровочным, да, то есть он связан с калибровочным преобразованием вашей теории то он обязан быть не аномальным, чтобы ваша теория была перенормированной то есть калибровочные аксиальные токи, да, они должны быть не аномальными, если вы хотите, чтобы ваша теория была перенормирована, да это что значит? значит, что в стандартной модели, ну вот этот же из кусок электрославого тока, да в стандартной модели у вас все аномалии, они должны друг с другом сокращаться то есть вы должны строить, смотреть различные такие треугольные теории, где у вас в петле могут быть либо электроны, либо кварки ваши, да здесь сидит у вас ток, да, с генератором калибровочного фруктура здесь вот у нас будут какие-то генераторы, да, то есть вклады этих диаграмм будут пропорциональны трейсам ТАВС Сумма по всему Пи, где Пи могут быть, когда здесь лептоны, у вас здесь одни генераторы, да, когда здесь хватки, здесь другие генераторы в зависимости от того, какое у вас представление, представление вот этих фермионов, которые в петле бегают, да в зависимости от этого вы сюда будете разные генераторы писать так вот у вас для калибровочного тока должно происходить сокращение всех этих вкладов, чтобы этот ток не был нормальным вот это условие, я говорю, оно связано простым образом с перенормированностью теории если теория перенормирована, то вот этот ток должен быть не аномальным вот из этого, в частности, следует думать, что у нас в фонарской модели число кварковых поколений совпадает с числом гипетонных поколений число кварковых поколений равно число лептонов а также из этого же условия сокращение аномалий диоксиальных калибровочных токов следует связь между зарядами кварков и лептонов то есть то, что у вас у кварта заряд 2 трети, а 2 трети минус 1 трети и так далее а у электрона единичка, вот эта связь, она связана с тем, что у электрона единичка, скажем, у кварта 2 трети это связано с тем, что у вас должна сократиться аномалия то есть вы не можете произвольно изменить заряды квартов, хотя казалось бы первоначально ничего не противоречит то есть связь между зарядами квартов и лептонов связь между зарядами квартов и лептонов по теории электрославных взаимодействий вам в проектах более подробно скажем вот так вот, вот это вот замечание все, я затронучиво делаю замечание про нашей задачи, теперь давайте проиллюстрируем как пользоваться этими соотношениями на двух простеньких примерах на лекции у вас был третий пример там вы вывели соотношение Голбергер-Треймана, да, двумя способами а сейчас мы с вами, первая задача, проговорим про пласту пенезона вторая задача, рассмотрим распад пенолика до гамма на этом завершим первая задача, первое у нас было удочисление аксельной аномалии, да, мы ее не вычислили вторая задача, назовем ее так связь с материнезоном и вхлаковых масс вот давайте подеслуатируем вот это соотношение даже пока без учета аномалий сейчас аномальный член для нас будет не важен он порядка альфа, да, то есть он какой-то небольшой и вот посмотрим на вот эти два главных слова для этого рассмотрим матричный элемент такой, возьмем здесь в основном а здесь аксиальный, аксиальный несинкретный ток для С2, да, то есть он будет А1,2,3 т.е. по флэйворам у нас группа С2 т.е. есть У и Д квадки тоже, да ДА флэйвор, но гамма мин, гамма мин, гамма 5, Кси, да, т.е. наш аксиальный резон а здесь стоит как пи-мезон и Б от У У это лимбовский резон, да Б меняется от 1 до 3, да, как у нас диклетки у него есть Пи-1, Пи-2 и Пи-3, да, напоминаю, что Пи-3, это то же самое, что Пи-0, да Пи-1, это есть Пи-1 и Пи-2, напоминаю, и плюс это есть минус Пи-1, плюс Пи-2, напоминаю, ну как мы с вами такие формы написали в начале семестра, да вот можно рассматривать Пи-плюс Пи-минус Пи-0, а можно Пи-1, Пи-2, Пи-3, да то же самое вот такой матричный элемент вот давайте сообразим, как его можно записать чиморная 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 здесь стоит псевдовекторный ток здесь стоит псевдоскаля, да то есть что можно сказать про этот маточный элемент пусть этот оператор в точке Z в точке Z в точке Z как мы можем этот матричный элемент параметризовать раз здесь есть векторный индекс да, то из чего я могу в этом матричном элементе состряпать, построить вектор только из куми ничего больше нет, правильно? вообще ничего больше нет, это все псевдоскаляк, правильно? то есть будет стоять куми куму для красоты сюда напишем I по размерности сюда размерность вот этого объекта это массовая размерность это тройка размерность по откладке это есть обратная масса поэтому полная размерность двойка должна быть слева двойка, справа вот мы напишем еще по размерному пневмую константу fp да? наверное, fp дальше что? зависимость от Z как будет выглядеть? если здесь q, а здесь z, да? потому что вы это уже говорили что если у меня есть оператор оператора fp я могу его предписать как оператор в длине на e в степени что минус pz на e в степени и fpd правильно? это полный вторичный полотопный нитр сумок, да? то есть зависимость от Z какая будет? нитриальная 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 какая? оператор p подействовав на пенизон что у нас? n 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 s n n chart n mas А, ну так, кстати. Делта B и не разница, потому что флэйворный, это же индекс флэйворный и индекс флэйворный. То есть флэйворный индекс. 1, 2, 3. То есть дельта B. Мы сейчас увидимся, что он такой будет. Дельта B. Т.е. вот такая параметризация, она просто из общих соображений написана. Вы на слабом взаимодействии будете довольно много различных элементов из общих соображений вот так писать. Просто думая, как он устроен по своим трансформационным групповым свойствам, относительно безоспиновой группы, как он устроен относительно лоренцевской группы, и скалярты, и лексерты скалярты. Надо еще думать, добавлять, добавлять или добавлять. Вот такое соотношение, да, выучили, понятно. Ну, давайте к аспекту антидизиуму. Да, это выкровавитель. Попробуем это соображение как-нибудь поэксплуатировать, да. Давайте возьмем дивергенцию от левой и от правой части, да. Отпишем дивергенцию от левой и от правой части. Спасибо. Пенезон мы будем считать на массовой поверхности, т.е. вот в матовичном элементе q2 равен квадрату массы пенезона. Постановка задач, которую мы с вами делаем, такая. Мы хотим связать квадрат массы пенезона с квадратной массой, каким-то образом. Используя соотношение для дивергенции аксиального плода. С одной стороны здесь стоит дивергенция. Давайте сразу вовнутрь напишем. Вакуум его будет сюда, потому что вакуум дифференцирует. Здесь нет большого. Дифференцируем. Дифференцируем. Здесь у нас есть пенезон. То есть тут вылет в кумил. Значит, вылет в квадрате, а это у нас масса. Это квадрат массы, да? То есть масса пенезона. Иди, 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 иди. Да. Кстати сказать, вот эта констанкта ФП, она независимым образом, ее можно извлекать в разных экспериментах. ее, например, можно извлечь, как вам расскажут в следующем году, извлечь из нельтонных распадов лимезона. Среди ФП извлекается экспериментально, независимо от всего того, что мы будем здесь делать дальше в сильных взаимодействиях, да? Она равна 90. Около 95 мм. Это численное значение, вот такой параллитизм, примерно 13 мм. 90 мм. Ну, то есть и так, как мы делали с феномидологическими лаграммажерами, и что из-за одного процесса достаются, и другой достаются. Да, да, да. То есть теперь это довольно хорошо определенная экспериментальная величина. Это все можно определить. Вот. Окей. Это с одной стороны. А с другой стороны давайте напишем, чему равна эта инвергенция, исходя из нашей аномалии. Ну, исходя из нашего соотношения. А, с места вот отсюда. Отсюда, да. У нас, по сути, вот эта штука, это вот эта? То есть вот на кварковом уровне было вот так, как мы писали. Правильно? То есть вот эта запись, это запись на кварковом уровне, потому что здесь это поля кварков, да, все. Это фотонные поля, да? Мы их же не учитываем. Или учитываем? Нет, ну, можем учитывать, но каким образом? Здесь это фотонные поля, правильно? А здесь в помизоне у меня кварковые поля, да? Да. Ну, то есть макричный элемент, почему мы тут не знаем? Ну, если они тут в одном уровне. Давайте аккуратно напишем. Вот давайте. Вот это помизонное поле, коллега, помизон, как его расписать через... И вот и как расписать через кварк, антикварковые поля, которые в помизон входят. Так, сейчас. Я имею ввиду, только флейборную часть в новом уровне. Флейборную, да? Правильно. Потому что писать координатную часть довольно сложно. Можно назвать нововую функцию, как распределенный кварк, антикварк, да? Внутри демизона. Но флейборную часть легко написать. Пемизон, он состоит из одного кварка и одного антикварка, да? То есть вот у меня есть какой-то кварк, мимо, это флейборный, да? Это флейборный, да? Да. И... Нет, я так скажу. Кварк и три, и антикварк житый, да? Это флейборные индексы я пишу, да? Флейборные индексы. Вот чтобы образовать пемизон, с чем я должен их свернуть, эти индексы? Ну, например, и ноль у нас это что такое было? О, а чего это? Плюс даймити, да? Плюс даймити, да? Плюс даймити, да? Плюс или минус? Плюс или минус? Минус, да? Третья точка. Третья точка. Третья точка. Третья точка. Третья точка. То есть, я должен свернуть ему... Сигма б. Сигма б. Правильно! Сигма б. То есть, т... Вау. Своей формы бета, да? Какими индексами? И живо. И живо. Строка житая, столбец и титый. Строка столбец, да? Да. То есть, вот так. Из-за данного материала, для морпировки еще, там, наверное... Корень из двух еще, да? Корень из двух, да, в числитель, волнитель. А, нет, там вот так, одна вторая, в числитель. Одна вторая, минус одна вторая. То есть, в числитель, да? То есть, в числитель, корень из двух. То есть, вот наш... Мы написали флейформную часть головной функции. Вы согласны? Да? Ага, отлично. То есть, есть кварковая, есть антикварковая поля. Да? Есть вот такое соотношение операторное. Что дивергенция родна. Вот этот оператор, плюс вот этот оператор. Вклад вот этого оператора в главном порядке теории отключения его не будет. Правильно? Потому что здесь по полной оператор, а там кварковой оператор. То есть, в этот вклад появляется сколько, когда вы поправки учтете. Да? Здесь уже есть альфа. Да? То есть, оставим главным вкладом. Будет заведомо вот этот вклад. Да? Мы пишем главный вклад, чему равен. То есть, для вот этой дивергенции пишем дивергенции, которые сюда входят. Да? Представляем ее значение вот отсюда. Еще раз подчеркну. Здесь мы только клеймом и вообще эти волновые функции расписали. Да? Про кардиналную, как внутри пенезона эти вкладки бегают, вы не написали. То есть, по идее, мы должны здесь написать функцию от ка, функцию от ка и свернуть это с интегралом волновой функции. Знаете, что я не думаю? Мы не знаем. Мы не знаем. Для нас важно, потому что только на этом поступает. Все. Останавливаем, мне интересно. Угу. Это мы подставили. Ну, сюда включите. Угу. И можем теперь, знаете, что сделать? Можем их нуле просто делать с вами. При z равное нулю. Это соотношение всех при z равное нулю. Смотрим сюда внимательно. Вот есть кварк, есть антикварк. Есть антикварковое поле, есть кварковое поле, да? В кварковое поле у нас входит оператор уничтожения кварка и оператор рождения антикварка, да? Сюда входит оператор рождения кварка и оператор уничтожения антикварка. Кто с чем не вспаривается? Так, сейчас. Здесь у нас оператор рождения кварка. Нас нужно, ну, уничтожить антикварк и кварк. Соответственно, вот так должно быть. Ну да. Вот такое вспарение, да? Теперь глядите аккуратно по индексу. Вот здесь вот, это флейфорная матрица, да? Вот у меня индексы разрешён. Вот здесь K флейфорный индекс. У вот этой матрицы, вот этой матрицы. Здесь флейфорный индекс K, L, да? У вот этой индекс L, да? Флейфорный. После спаривания или спаривания у вас по флейфорам что происходит? Каждое спаривание по флейфорам это что только? Дельта. Дельта. Дельта, конечно. Потому что у нас, вы не можете, когда уничтожение, да? Уничтожить, когда уничтожение у кварка, уничтожить D кварка, да? То есть это будет равную дельту. То есть у нас здесь будет равная дельта. То есть у нас здесь будет равная дельта. Дельта. Держи. Угу. И, соответственно, это будет составляет произведение в интернете матрицы. Да. То есть мы от флейфорного коэффициента сюда будем вытащить наружу, да? Тут можно написать, что это равно след от чего. Флейфорный коэффициент вытаскиваем. В него входит у нас вот эта автость, да? И такое еще что-то. Да? Здесь тоже тогда запишите, что вот флейфорное. Да? Здесь флейфорный. И здесь тушь. Ооо, след закрыли. След закрыли. А что осталось? И. Сейчас. Флейфорный коэффициент. И здесь это, соответственно, в 0-0 вытяните. А здесь некоторый матричный, да. То есть некоторый матричный элемент. Да. А тут вообще только ГВ5 остается. А, еще от этих. А. Вот теперь здесь, смотрите, всю флейфорную структуру мы учли, да? А вся лоренсовская структура и все глионное взаимодействие, да, внутри, оно одинаково. Оно одинаково для БУ и для всех этих варков, правильно? Поэтому, как можно написать то, что здесь стоит? Это что? Так. Здесь у нас просто вынятые экспоненты, наверное, и очень некое коэффициенты. Ага. Вот, например, можно, вот этот коэффициент, например, можно взять для π0, да. То есть я могу сказать, что здесь будет некий коэффициент, некий коэффициент А. Вот некий числовой коэффициент, какой-то А, да. Умножить на маточный элемент, скажем, 1У плюс АТДД плюс И0. Правильно? Либо я вместо вот этого мог написать что еще? Ну, какой-нибудь другой, соответственно. Какой? 3, например. 3, например. Например, можно написать вместо вот этого, да, написать какой-то другой коэффициент, да, умножить на маточный элемент чего? Например, скажем, минус-то у АТД. У АТД, и кто это? Ну, это не минус, и плюс. И плюс. Да, и плюс. Причем эти, вот А и В связаны между собой. Правильно? Да. За количественными соотношениями. Каким? Чему равно будет? 3. А корень? Ну, если я здесь вот корень из двух напишу, если здесь вот корень из двух напишу, то как они связаны? Да. Ну, у меня она совпадать должна быть? Да. Пространить, да, между собой. То есть здесь будет, понимаете, некий вот такой вот, некий вот такой матричный элемент. У нас отстоять. Здесь, где все поля я могу брать, здесь все поля я здесь беру внуле. 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 Понятно? Понятно, да, что мы сделали? То есть мы выделили флейверную структуру, которая разная для разных флейверов, да? А здесь некая константа стоит. Некая константа, размерность у нее какая у этой константы? У всей? Да. У меня все константы, какая разная здесь по массе? Здесь у нас одна масса. Так, и должна быть еще одна получена. Просто масса? Ну, три в операторе. Ну, три в операторе, здесь одна в знаменателе, то есть минус один, да? То есть всего это масса в квадрате, правильно? Давайте вот этот коэффициент назовем просто tm в квадрате, да? Коэффициент это tm в квадрате. Это некая константа, да? Которую можно просто по-разному записать через разные матричные элементы. Ну, я... Плюс, или минус, да? А всю флейверную зависимость здесь с вами от флотеризованного оружия, да? Отлично. Считаем этот след. След чему равен? Так, вот здесь можно перенести на эти коммунаторы для t. То есть если мы это распишем, у нас там будет... Да если... Посмотрите, Николаевич, мы что знаем? Чему равен по a и b? Дельта. Дельта b должно получиться, правильно? В правой части же дельта b было, верно? То есть мы можем... Как вы его простите? Сказать, что то есть дельта b на некое число. А. А. Правильно? Вот так вот действует... Ну, несколько... Экономим чем-то, да? То есть для разных генераторов смотреть чему-то. На c. c на дельта b, да? Ага. Вот это понятно? Почему так? Да? В правой части у нас стоит дельта c, да? Находим c. Ну, а тогда можно просто посчитать для кого-нибудь конкретно. Ну, скажем, взять? Удобнее... Можно для конкретного, а можно просуммировать с дельта b, чтобы здесь к оператор кризинировать. Да. Ну, а теперь найдем c, чем а. Так, получается... Отдельно напишите соотношение к раису, а там цена и цена и цена. Сейчас. Я здесь некрасиво написал... 124 мм, которые я здесь так написал, да? Это 0. Вообще так. Да? Я здесь что-то забыл, наверное, да? Когда так писал. Если что, забыл. Смотрим. Смотрим. Во-первых, антиугды. Ну, это псевдоскаляр. Здесь должен стоять тоже... Но он еще псевдоскаляр над егерисприз. То есть гамма-5 должен стоять. То есть гамма-5, здесь гамма-5, здесь гамма-5, здесь гамма-5, здесь гамма-5. По полу... В полуэльцевской структуре здесь у нас должен стоять псевдоскаляр, правильно, чтобы маточный элемент псевдоскаляра был отличен от золи. То есть действует гамма-5 еще, все выключите. Так, ну, соответственно, мы это смотрим, что мы стоять до b, тогда у нас получается с одной стороны будет. Так, c, вот этот такой, вот этот такой, то есть это c, может, на 3. А с другой стороны, да. Сейчас, в антикомптуале подпишите что-то, да? Нет. Ага. Что можно сказать в каждой из этих слотариков? Ну, они равны и не. Они равны, следом можно статурически переставлять, да? А ТАТА, это что такое? Да, с АТА. Имеет оператор Казимира, который чему равен? Пишите. Для группы СУ2. СУ2, это что такое? Андрей, а чему это равно? Т.е. это единичная матрица умножить на cf, то что мы называли, да? cf было n квадрат минус 1 на 2n. Для n равное 2, чему это будет равно? Т.е. второе? Т.е. второе? Почему второе? Т.е. четвертое? Т.е. четвертое. Т.е. четвертое. Т.е. четвертое. Ага. Т.е. четвертое – это обычная матрица. m – это диагональная матрица mU, mD. Правильно? Прямо mD. Значит, c у нас чему равно получилось? Получается c равнос т.е. чему на 4? А, стоп, да. А, стоп, да. Сумма поважающаяся, да, то есть по повазу. Правильно? Ну, записано, что мы получили. С одной стороны у нас mD квадрата на fp, с другой стороны то, что мы получили. Т.е. что важно, что вот этот m квадрат и в нем не сидят уже массы квакторов, да? Это некая константа, да? Более того, как будет отличная константа, даже когда у вас квадратная масса будет mD. Т.е. Сюжили с ним, если он может возле хвост, его вплотем и у вас нес Duaneva, а с ними есть кипит. Т.е. tä. Т.е. 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 А отсюда пишем, чему нам бывает травма mb, mp в квадрате. Можно на месте встретить, про силу большинства группы, чтобы там помочь, что-то писать. Мы с вами получили, что квадрат массы телевизора связан с суммой квадратовых умов, m plus md. И появилось два гиги коэффициента. Один коэффициент, тогда, не знаю, шутит? То есть, mπ в квадрате равно… Мугус md… Моем образом, да, вот такой вот структур. Значит, что есть по счету? Вот это fp – это некий фумминологический коэффициент, который мы извлекаем из лавных распадов. Из лептонных распадов пилляр. Причем из разных, может быть, пилляр, и плюс, и минус, то есть целый двотор разных распадов. m квадрат – это некая величина, которая обретена независимо от флейвера. То есть, для разных флейверов, я могу ее написать, да, фактически она связана с кварковым конденсатом. То есть, вот эта величина пропорциональна… Пропорциональна… Давай знакомым. Пропорциональна со знаком минус… В вакууме… В вакууме… Ну, еще на верхней величине. То есть, эту величину можно связать с кварковым конденсатором. То есть, с некой фундаментальной величиной, связанной с тем, что у вас с кварковыми полями превративным образом образует такое нулевое вакуумное исцеление. Это вакуумное исцеление, оно от вас не зависит. Некая величина определенно… В основном, глионным взаимодействием является. Параметрически… Параметр… У вас что fp, что вот это m – это все лямбл и хд. То есть, это все некий агронный масштаб. Параметр трёхсотная… fp – это девяносто трёхсотная точка у вас там… n – около четырёхсотная… Ребена четырехсотная… То есть, по параметру, по величине… У вас вот этот кварковый конденсат – это лямбл и хд в кубе… fp – это лямбл и хд. Ну, и m квадрат у вас тоже будет лямбл и хд в квадрате. То есть, вот мы и получили такое соотношение. Что это соотношение говорит? Когда вы смотрите керальный предел, когда масса кварков и мунд и мунд стремятся к кубе… Да? Масса пилизона… Пилизона тоже 1-0. Это отвечает за чему? Как это такое на языке высокой теории можно? Теорема галстована. Теорема галстована. Теорема галстована, правильно? Это некая иллюстрация теоремы галстована, при которой у нас первоначальная группа симметрии SU2 крест SU2, где одна SU2 вращает правые кварки, другая SU2 отдельно вращает левые кварки, нарушилась до группы SU2. SU2 – это группа, которая одновременно одной и той же матрицей вращает левые и правые кварки. То есть, раньше у вас левые и правые кварки вращались разными матрицами, а теперь у вас нарушилась симметрия и они вращаются одной матрицей. Число нарушенных генераторов у вас равно числу появившихся спектра безмассовых частиц. Вот у нас три генератора нарушилась, у вас появилось три безмассовых фотона в керальном пределе, если NU равно MD, если они не равны булю, то у вас появилось три безмассовых гемизона. То есть гемизон можно интерпретировать как галстоновский бозон. А поскольку природа так устроена, что NU и MD не равны, но близкие к нубам, они достаточно маленькие, эти бозоны называют псевремосов. А то, что бозоны являются составными, это никак не это? В смысле, что они не элементарные? В данном случае это не принципиально. То есть у вас в спектре теории появились некие состояния, состояния в массе достаточно близкой к нулю. Хорошо. И вопросы есть по этой задаче еще? То есть, про какое теорема Гонстона к чему применим? К портановому нарушению симметрии. Керальная симметрия спонтанно нарушена. Т.е. если у вас квартедов первоначально были безмассными, у вас все равно керальная симметрия спонтанно нарушается и появляется три безмассовых гемизона очень спонтанного нарушения. Но, коль скоро у вас все-таки керальная симметрия в начале, она была приближенной симметрией, поскольку в лаковые массы были отличные, а то и гемизоны в массе реально будут связаны с этим малым парамидом. Отсюда же, кстати, видно точность изоспиновой симметрии. Вот мы когда с вами говорили про изоспиновую симметрию в начале семестра, да, в самом начале семестра, я вам говорю, что точность этой симметрии, это есть му-мд поделить на что? на лямбда КХД, на лямб из 3D, да, не на их сумму, му-мд, да, а на лямбда. Именно поэтому этот параметр маленький, если бы я на их сумму делил, то это 3, это 5, то это довольно большая величина получилась, да. Значит, для изоспиновой симметрии важно что? что вот эти массы, му и мт, они могли быть сильно разные по отношению друг к другу, но главное, чтобы они были много меньше, чем лямбда КХД, да, тогда ваш имя для изоспиновой симметрии хорошо работает. Это параметр малости для изоспиновой симметрии, да. И последнюю задачу на сегодня, я вообще в нашем курсе, еще потерпите немного, шириной 2 грамма, распад пиноль 2 грамма. Давайте попробуем, искать из наших соотношений, найти ширину распада пиноль 2 грамма. А мы для этого еще на этой раски, мы тут красивые формулы, да, в рамках подводим, напишем еще одно соотношение. Соотношение, которое называется гипотезо-частичного сохранения аксиального тока. На самом деле мы его только что с вами, вот с Николаем, фактически продемонстрировали на доске, да. Когда мы записали, измеряем маточный ремень стек, записали маточный ремень для дивергенции, для дивергенции аксиального тока, да. это было все такое, это было И в квадрате, правильно? ФИ на версию минус и кузе. ФИ на доритапве, да. Доритапве. То есть вот, только это соотношение, оно прямо взялось из пармитализации, да. Здесь еще пока не универсиональные, не универсиональные, а тут можно отточить. Давайте сделаем такое феноменологическое предположение. То есть у нас будет два с вами подхода. Один подход будет вычисление дивергенции на кварковом уровне, и универсиональные формулы. А другой подход будет феноменологически. Мы попробуем эту дивергенцию связать непосредственно с тримизованным полем. Мы скажем, что давайте будет выполнено вот такое соотношение. Что дивергенция в том, как оператор, да. Это есть fp, масса пенезона в квадрате, квадрат по массе пенезона в квадрате, правильно. И на пенезонное поле pA. Вот такое операторное соотношение. Это будет наша гипотеза, феноменологическая гипотеза. Логическая гипотеза Частичное сохранение в своём току. То есть, это соглашение мы будем использовать при вычислении масочных элементов. Мы его, видите, на вычислении одного масочного элемента предпочтенствовали. Он не имеет права такую последовательность. Он может оказаться холочным, он может оказаться таким. Ему прутенсии сильно может объявлять не стоит. То есть, сделаем такую гипотезу, что раз здесь появился квадрат массы пенезона, и вот этот пенезон уничтожился, то он уничтожился пенезонным полем. Паралитаризация такая вполне обоснована. Это называется гипотезой частичного сохранения аксиоланта. Вот я его в рамочку уберу. В рамочку уберу. Теперь давайте посчитаем распад пи ноль в два грамма. Пи ноль в два грамма. Посчитаем его в полной аналогии с тем, как вы делали вашу первую задачу. То есть, напишем некий эффективный и номинологический лагранжиан. Из него напишем выражение для ширины распада. Что у нас? У нас начальный бомбинезон, в конце два патона. Гамма один, гамма два. Мы все это делали, поэтому я здесь немного поскорее буду писать. Матричный элемент этого распада как пишется? Эпсиол и ню, альфа, бета. Дальше. Должно быть к ню от первого ню. Е первого ню с звездочкой, да? К альфа, совершенно верно. Молодцы. Здесь некий коэффициент надо писать, правильно? Я пишу его и а. И а. Это наша параметризация, правильно, маточного элемента. Коэффициент а какой размерности? Что за? Первый пункт. Размерность какая у него? Да, вот чтобы понять его размерность. Чуть-чуть назад вернемся, я надеюсь, что на гранжаву. Как это выглядит? То есть, у нас в х-клинике, а мы иногда записываем BD4X, интегрируем. То есть, на гранжаву как выглядит? Ну, на гранжаву G есть, G еще. G это что такое? Ну, на гранжаву G. Ну, надо басить. А, F1. Обычно он меню альфа бета. Что еще такое? F меню, F альфа бета, да? Дальше, чтобы коэффициент согласован был. Вы сегодня видели, что здесь возникает в взятии матричного элемента четверка. И еще двойка из-за того, что два спаривания есть, правильно? То есть, нужно поделить на 8. И еще у меня есть пенезонное поле, правильно? Пенезонное поле, то есть, P3. Согласны? Вот, латранжиан, из которого взялся вот этот матричный элемент, он вот такой. Правильно, Андрей? Вы сегодня его матричный элемент брали? Ну, зачем? Ну, я вам не делаю. Что? Ну, правильно? Коэффициенты все правильно написали? Или лок? Нет. Нет. А что вы правильно сделали? Что вы были? Ну, все правильно. Сегодня это уже делали, все правильно. Отсюда видно, что размерность А какая? Разменность полей это изопределенная масса у вас здесь? Это единичка, здесь двойка, здесь двойка, всего пятерка. А должна быть? Один и четвертка. Должна быть четвертка. То есть, единица на массу. Да? Единица на массу. И, как мы увидим, он действительно пропорционален единице на Fp. Это коэффициент а, но процентами двойки. Да. Вот. Вот. Окей. Наша ширина. Ширина формулы атмосферены такая. Это есть полная ширина. Просудированные в конечном состоянии. Квадраты от различных элементов, просудированные в конечном состоянии, но среднёжные по ночам. Там есть в среднёжных квадратах. Там стоит 32π квадрат. Масса распадающейся частицы. Это кинематические умножители, да? Дальше. Импульс. Импульс фотона. Какой? Да. К. Модуль К1, например, да? С биомиком. И раз у меня два одинаковых фотона в конечном состоянии, то в полной ширине ещё одна вторая будет, да? Одна вторая. Чему равен модуль импульса фотона? Полной массы, да? На половине. На половине. На половине массы, но пополам. На π пополам. Следовательно, полная ширина чему будет равна. М в квадрате на 4π. Если умножку поделим, будет... Что останется? 32ππ. Правильно? Ничего не забыл? Андрей. Мне нравится. М? Мне нравится. Нравится? Хорошо, мне тоже нравится. А! Посмотрите. М пополам отсюда. Одна вторая здесь. Здесь 4π. Да? Всё хорошо. Всё хорошо, да? Надо найти маточный элемент, да? Просуммированный по количественным состояниям. Т.е. находим квадрат маточного элемента. Кирилл Паски, идите? Так, ну а квадрат у нас будет? Ага. Ну а по квадрате, да? Да. Эпсила. Эпсила, мю, штрих, мю, штрих, альфа, штрих, бета, штрих. Альфа, 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 штрих, альфа, штрих, альфа, альфа, штрих. Теперь это вот по этим суммируем, это будет минус жей, дюю штрих, когда мы уже просуммировали. Ну, то есть, по фотонам, по-сигнему, я считаю, минус G-минус-штрих, а здесь G-бата-бата-штрих, чуть-чуть по-сигнему, на нём, вот так, да? Здесь я вам несколько секунд. А-квадрат и тензарные очевиды, свернутые по двум индексам. А-квадрат и тензарные очевиды. И у нас получается... По ню и по бета. У нас получается... По ню и по бета, да? Здесь получается G-минус-штрих, G... А-квадрат и тензарные очевиды, G-минус-штрих, а-квадрат и тензарные очевиды. Минус двойка или плюс двойка? Проверим сейчас. Квадрат клаточного элемента положительный. Минус, потому что это за углицами. Правильно. Чуть-чуть покрасивее, если не ешь. Сейчас я не пытаюсь. Что говорится? К тому, что у нас квадраты k равную мюлюлю. Что стоит в краю? К одинbu к одни мюштрих, k дваальфа, k дваальфа. К2 по квадрату 1мюлюлю к哎 в квадрате. А по квадрату у нас будет и k1 k2 в квадрате Полный импульс k принести k1 плюс k2, правильно? Это будет масса π 0,0,0 То есть масса π в квадрате равна чему? 2 k1, k2 2 k1, k2 1 f более水ann Пи квадрат попало В квадратеp в квадрате Попало na Mπ в четвертую Итак, вenl если ее скучат look Залезли в уголь Ладно Подставляем сюда ширину. А квадрат. А квадрат. Здесь 64 π. Ага, 64 π. И масса π в кубе. Масса в кубе, да. Вот видите, третья степень возникла масса. Во второй задаче я вас спрашиваю, какая степень массы. Когда в отношении пиноль к двагаму к этой двагаму, да? Да. Помните, впечатление осталось? Отлично. Вот у нас получился такой ответ. Это первый пункт. В первом пункте мы что сделали? Взяли эффективный лагронджиан, да? Таспадер, пиноль к двагаму. И ввели некую константу i, через него начали ширину. Да? Ну да. Имеем право так делать. Отлично. Второй пункт. Во втором пункте. Давайте рассмотрим дивергенцию аксиального тока. Да? То есть рассмотрим вот такую величину. Иде z, значит, 3z. Е в степени минус iqz. Да? З. А здесь стоит макричный элемент. Макричный элемент. Где в конечном состоянии у меня будут два фатона. Это мы будем все делать, да? Сможем? Да. Два фатона. А здесь стоит мой ток. Мой ток. Уже. А. 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 А здесь стоит 2z. Вот такую штуку. Этот матричный элемент мы с вами рассматривали, да? Мы говорили, что мы его можем записать как 2π в четвертый. А. 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 Вот этот наш множитель. А. 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 Вот такая функция Грина. Теперь, если я рассмотрю ее дивергенцию, дивергенцию этой функции Грина. Так, ну давайте, пишите. То есть, интеграл Д4 минус и кубюс вернется вот с этим вот. Грамма 1-2, вы правильно говорите, но я сейчас немножко другое хочу написать. Есть дивергенция. Вот такая величина, да? Дивергенция. Давайте эту величину будем считать сначала, вот первый эпизод, вот феноменологической моделью. В этой величину, феноменологической модели у меня есть часат, да? Частичное сохранение взаимного тока раз, да? Это выражение для дивергенции. А во-вторых, есть эффективный Лагранжиан вот такой. Это будет первый эпизод. Второй эпизод – это посчитать эту дивергенцию на 2-ком уровне. То есть, воспользоваться вот этим соотношением. Вот этим соотношением. В этом пункте сначала феноменологически посчитаем. Да. А для начала переписываю. Это все дезинбергенские пираты, но если я перехожу теперь к теории возмущения, да? То есть, у меня… Что появляется? Стоит мнению взаимодействия? То, что появляется еще здесь вот? Да. Экспоненты. Напишите теперь. Теперь я выбирал. То есть, во втором пункте мы феноменологически рассматриваем вот эту феноменологическую подходит. То есть, часат плюс феноменологические распадки 0 вага. Это диктуется вот этим Лагранжианом, да? Сильнее давите на мел. Да, вот может быть. На экспоненту Е в степени. И Лагранжианом на листы до 4. Ага. Нормальный метр. Почему? Нормальный метр. Почему? Берем? 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 Это произведение тоже экспоненты захватывает. Сюда? Зрелую жирную скуку. Вот. Так мы перешли в представлениях взаимодействия. Да, с вами? Теперь, вот смотрите. Давайте в этом программчальном взаимодействии рассмотрим вот феноменологически. То есть возьмем... В нем есть вот такой кусок, правильно? Ну да. Где комизонное поле переходят в алфатомных полях. Ну да. Мы расположим его в первом порядке теморевого обращения. То есть это у нас будет И на Д4Х и вот на этот Лагранжиан. Да. То есть здесь вот, в этой экспоненте мы возьмем вот тот феноменологический Лагранжиан. Да. А в этой дивергенции мы возьмем вот эту дивергенцию оксиатерого тока, которая дептуется в часах. Да. Только здесь нам нужно быть осторожным. Почему? А, здесь я забыл. Я в степени минусы кузов записал. Забыл я кузов. Да. Сюда. Я вот так вставлю стрелку и нормально будет. Вот в этой гипотезе, берите внимательно, если у вас пенезон не на массовой поверхности находится, да, то вот эта масса в квадрате, помните, как она возникла в маточном пенете? Это был Q в квадрате просто, правильно? То есть если у нас пенезон не на массовой поверхности, то при взятии фурье преобразования этого мы здесь не масса должны писать, а Q в квадрате. Ну да. Да? Вот я на это ваше внимание отношу. Да? Или ваше тоже. ФИ на Q квадрат и на ПА, а Z. А здесь вот у нас такое взаимодействие, синоменологическое, да? А на восемь Пи-три. Пи-три. Пи-три от Х. От Х? Да. Эпсилон мелью от В. Ага. Эпсилон мелью от Х. Ага Так, теперь закрыл скоб и поставили его путь Отлично Теперь смотрим на вот это выражение внимательно с вами Вот смотрите, здесь есть два фотонных поля и два фотонных оператора Да Здесь пемизонное поле и здесь пемизонное поле Что произойдет, когда это произведение возьмут? По пемизонам что будет? Так, ну если по правилам Фейтмана это... По правилам Фейтмана, да Мы их сейчас выводим, эти правила Фейтмана, по сути, когда пишут это произведение, это явно Да Так, ну там, по-моему, это экспонента будет и в степени... Это произведение, одно пемизонное поле, другое пемизонное поле, это что такое? Это пропагатор, да? То есть они все спалятся и дадут просто пемизонное пропагаторское плампу, правильно? Ну да А вот эти поля, Эльфмана, 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 они спалятся с гамма-1, гамма-2, как мы сегодня уже видели, да? Ну да И восьмерка благополучно сократится и вознесет вот такой вот маточный элемент, правильно? Верно? Поэтому чему это все равно? Вот это все равно Умноженное на и ку-мю, правильно? Вот это умноженное на и ку-мю, да? Ну да То есть вот это все равно Умноженное на и ку-мю, умноженное на и ку-мю, а Вот такие потоки уже на корне, да Вот давайте напишем, чему этот ку-мю И ку-мю, в смысле? Да Так, если вы напишите корни, то, что здесь там Так, а здесь нет проблем Вот в первом пункте мы получили с вами, давайте я результат первого пункта запишу вот здесь вот вверху В первом пункте мы получили с вами, что ширина дается в этой форме вообще, да? Ширина 0 с 2 граммой равна а квадрат Просто я хочу так все истереть, чтобы помочь Что, Андрей? Нет, я просто вот этот результат переписал сюда, потому что я хочу постереть Да То есть ничего, преобразований нет Но вы неправильно написали, как шестьдесят четыре дни А, шестьдесят четыре, шестьдесят четыре Я неправильно писал, я писал сюда Вот, это мы считаем функцию гриля, да? С вами И вот давайте прямо напишем, чему вот эта штука равна Здесь Чему она равна? Да Ну вот куда-нибудь сюда пишем И вверху на И вверху Чему это равно? Минус Минус полю Минус полю А, или нет Вот это Я имею ввиду вот эту Здесь преобразований ничего не надо, да? Вот эта штука А, понятно, да Это есть вот эта штука, в которой выделены пневматические множители Так, ну пропагатор пимизона Да, 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 последовательно пишем все константы То есть идёт fp fp Q в квадрате, пишите fp fp в квадрате Дальше, пимизон Пропагатор Да, не пропагатор, да? Это if Делит по что? На Q квадрат Q квадрат минус mq в квадрате Да, да Я же последовательно выберу, правильно? Поэтому здесь будет q квадрат у него, да? Да Погодите ещё Здесь а, а здесь 3 Значит что останется? Дельта 3 Дельта 3 Дальше А на 8 И вот эти fp на fp Спарившись с фотонами Мы сегодня это уже делали Вот это вот дадут Дадут вот эту штуку пишите Да И А И Эпсинон меню И чтобы это Да К 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 Следующий пункт, третий урок Теперь посчитаем то же самое, но на кварковом уровне Все стираем, здесь я могу стереть, а еще есть пол На кварковом уровне подставляем ваш аксиальный ток Подставляем уже дивергенцию Минус альфа на 4π После всей дивергенции Тоже подпишите, а потом сюда подпишите Мне лучше вот так сдирать, чтобы не перерисовывать сюда Вот эта дивергенция во что-то решили купить Подпишите Минус альфа на 4π Минус альфа на 4π На альфа на 4π На альфа на альфа-бета на НЦ или Д6 на ДТААБ А3, да, то есть аномалия есть только для трентированного топа так же тут есть ДТАА300, хорошо и что еще есть? да, это же есть, да, это же есть плюсы и здесь чертой двигаются то есть мы берем здесь эти операторы в главном порядке чем варёвом машине, да? да, антикоммутатор вот когда вы будете считать матричную землю, где у вас слева фотон, справа вакуум, да? да, от какого оператора плазма стоит? ну вот от этого от этого будет, а от этого? нет от этого в главном порядке не будет, в следующем будет, да? в следующем будет это величина будет пропорциональна здесь чуть-чуть отойдите если это M, правильно? ну да то есть матрица вклад, да? в матричный элемент он, во-первых, будет в порядке альфа, да? во-вторых, пропорционален M в кланате, да? да от вот этого оператора матричный элемент мы сегодня считали, правильно? ну да и поэтому мы можем сразу же написать, в чему равна выражение для диверсгенции докладкового уровня давайте напишем диверсгенция равна то есть после выделения всех потоковых умножителей этой функции считаем, что получится минус акция на 4π решите НТ делись на 6 Дельта 3 Дельта 3 и, собственно, кусок вот этого но матричный элемент не очень важно да вот это можно ничего да да мин а на а на а у вас нету никакой а здесь у вас есть ифминю на афминю а афминю вы это ифминю сворачиваете с каждым из подобных болей сегодня уже это несколько раз делали, да? а, ну да с какой результат будет? вот скалярная структура будет будет скалярная структура эта, да? можете ее записать покороче К1 и 1 К2 и 2 К2 и 2 кумус да вот то есть вот эту величину, да? вот эту величину мы с вами обозначали будущей выдачей вот так вот, да? Вот так, нет, не так, еще что-то было. Что еще было? Так, у вас четыре слагаемых возникают, там открываются здесь скобки в их меню, да, и два разных спаривания так, всего восьмерка еще, Время тут уже подсказывалось Восьмерка, да? Правильно? Еще что-нибудь есть здесь в множителях? Все остальное ушло в 2π в четвертую бельтофункцию, да, когда я фри беру, и в потоковую множитель, да? Ну да А я пишу выражение для вот этой штуки Ну да Вот смотрите, что мы с вами получили? С одной стороны, у нас есть из феноменологии вот это выражение, да? С другой стороны, есть вот такое выражение, где здесь еще есть вклад О, плюс мы пришли, что О большое, вот в этом операторе О большое от m в квадрате, правильно? Вы поняли, что выражение по порциональной b в квадрате, да? m в квадрате Это какая-то размерная Что? m в квадрате это какая-то размерная Хорошо, что она размерная Ну что? Нормально? У вас это тоже размерная величина У вас это тоже размерная величина И тоже квадрат бинкульса Это он даже по размерности правильно используется Кроме того, здесь еще А в квадрате, потому что в следующем порядке она не милевой матричный влияние будет давать, да? Вот, то есть мы получили выражение для дивергенции с одной стороны в феноменологической модели, с другой стороны в накварковом уровне, да? И отсюда fp можно вытащить Да Отсюда А можно найти fp у нас, я говорю, fp независимым образом находится и слабым распадом Все, вы ее знаете 93 ма, вы и забыли про нее, да? Все Рассматриваем следующий пункт, это был третий, сейчас будет четвертый, последний Следующий пункт А вот у нас есть выражение для нашей дивергенции, давайте теперь рассмотрим керальный предел этого выражения То есть когда масса демизона, керальный предел это mq плюс md, пропорциональный mq в квадрате и все это стремится к нулю, да? То есть рассмотрим его в керальном пределе Тогда какая у нас связь получится? Вот эта соотношение должна быть равно... Где там соотношение? Да Запишите ее Пошустрее, давайте немножко Так Дельта а3 Играальный в пределе, да, мы смотрим? То есть когда масса демизона 1 нулю На а И на вот это произведение Ага Здесь ку квадрате и ку квадрате сократился, да? А это? Ну да, а И на И это минус дает Равно альфа на 4π Ага Дельта а3 Ага И вот На 8 Ага И вот на это же произведение А все остальное вымерло в керальном пределе, да? Вот эта монет в керальном пределе И здесь пропагратор упростился Так что ку квадрат сократилось, да? В первой пределе Ага А все заследует, что... А все таки ищем для а А А А вот А вот fb тут только в нете не будет Так Альфа на 3π Альфа на 3π На НС Ага А А А А А И на fp Деница на fp, да? Деница на fp, да? То есть, как я вам и обещал в самом начале Массовый вот этот параметр А С размерностью обратной массы Он пропорционален едица на fp, да? То есть параметрически он ведет как едица на лямбда кхд от себя ведет, правильно? Ну да Отлично Подставляем все вот сюда Здесь все стирать Нашли чему равен? По равену а Через Наблюдаем ее негричины, да? Через fp Негричину И подставляем 6 на 9 это 50 Да, отдельно напишите 4 на 9 П в квадрате А П В квадрате П Чего в квадрате? МС в квадрате Обратите внимание, в эту ширину, которую экспериментально наблюдаема Вошло МС в квадрате Это один из аргументов в свое время был По извлечению этого квадрата на МС Это в смысле, когда единица на МС, как параметр теории? Нет, прямо на единице на МС как параметр Но в самом начале зарождения МИКХДМ Расправка ремиана Благома То, что он попросил на МС в квадрате Это был аргумент МИКХДМС Хорошо все на микроскопической линологии 576П в кубе на ФП в квадрат ФП в какой степени? В квадрат В квадрате В квадрате, да? Да А здесь будет альфа в квадрате НС в квадрате И на ЮГБ в кубе Ага Да Видно, что В зависимости от массы кинезона Хотя, обратите внимание, мы в одном месте использовали киральный предел Да? Но здесь вот эти массы, это все кинематические множители Да? То есть это все из кинематики они шли Все эти массы Но чтобы а найти, мы киральный предел использовали Во-первых, стоит масса кинезона в кубе Да? Во-вторых Хотя, из манивных соображений можно было ожидать, что ширина пропорциональна просто массе кинезона То есть по размерности массы кинезона в кубе Ну и главное, это то, что НС в квадрате здесь стоит Потому что этот распад, эта формула была в свое время одним из аргументов в пользу квадратных амориальных В смысле, что НС квадрат равно девятки? То есть НС квадрат равно девятки Да, то есть нужно это измерить Измерить независимо fp из слабых распадов Измерить вот эту ширину и получить чего равно НС Вот это такая мода, где НС извлекается непосредственно Все, на этом мы Заканчиваем задачу Вопросы у нас есть какие-то? А, да Это константы Эффекта Вопросы есть какие-то? В принципе, нет Понятно все, как мы делали А, нет, только не понятно Ну и степень у нас здесь Ну, давайте И у fp Давайте красиво нарисую еще Килируем, надо Немножко На точку как поработать чуть-чуть Не интересно А, да Ну, надо было поменять и соединить Ширина И мой грандам Получилось ровно Следующей величине Я ее так попросили чуть-чуть запишу А, альфа квадрат На 64 в кубе Здесь масса помензонов в кубе На fp в квадрате И НС на 3 в квадрате НС на 3 в квадрате Это единица, правильно? Вот так вот То есть вот такая Ширина Еще раз подчеркиваю, что Главное здесь, это зависимость от цели В этом выражении Потому что Я могу непосредственно из эксперимента Вот Вот Ну вот В целом все На сегодня все Вообще все На этом откурсе я не покажу Задачи ездят